Добро пожаловать на второй этап построения большой корпоративной сети. В этом уроке нам предстоит обеспечить выход в интернет, поработать с Event Manager Applet, протестировать отказоустойчивость, поговорить про коммутируемую и маршрутизируемую часть сети, а также разобраться с локальными и end-to-end VLAN-ами. Запустим Unit Lab. Первой задачей является организация выхода в интернет. Пускай выход в интернет временно обеспечивает роутер первый. Добавите объект, Network и выбираем PINET 0. Появляется объект в виде облака с подписью NET. Его можно переименовать и назвать ASP. Internet Service Provider. Подключим к интерфейсу FastEthernet 0.0. Переходим к редактирую интерфейсу FastEthernet 0.0. Требуется, чтобы данный интерфейс получил IP-адрес, основной шлюз, DNS-сервер по DHCP. IP-адрес DHCP. И включаем интерфейс. Через некоторое время роутер сообщает о том, что на интерфейс FastEthernet 0.0.0 был назначен IP-адрес 192.168.0.95 с 24-й маской под сети. Также этот интерфейс получил информацию об основном шлюзе и DNS-сервере, который здесь не отображается. Основной шлюз, который получил этот роутер, можно посмотреть в таблице маршрутизации. Видно, что у роутера появился дефолтный маршрут через некого 192.168.0.1. Этот статический маршрут был записан сюда автоматически, сразу после того, как роутер получил основной шлюз. Посмотрите IP-адрес DNS-сервера можно командой ShowIPDNSView. Видно, что Domain Name Service 122.168.0.1. Адрес DNS-сервера такой же, как и адрес основного шлюза. Теперь можно проверить связь с интернет и пропинговать, например, Google. Пинг прошел. Если попытаться получить доступ к ресурсу по его DNS-имени, то сделать этого не получится, поскольку на роутере ранее нами был отключен механизм разрешения DNS-имен. Чтобы включить эту функцию, confter, ip-domain-lookup. И теперь, если пропинговать mail.ru, DNS-имя будет разрешено. На него будет получен IP-адрес и связь будет установлена. Что это за DHCP такое и откуда были получены все эти опции? IP-адрес и другие опции были получены от реального физического роутера с включенным DHCP-сервером, к которому подключена данная хостовая машина. На слайде изображена структура перехода от виртуального программного обеспечения к реальной, физической сети. Виртуальный роутер работает внутри UnitLab. UnitLab работает внутри Linux. Linux запускается внутри виртуальной машины VMware Workstation. VMware Workstation работает на физической хостовой машине. Хостовая машина подключается к реальному роутеру, который, в свою очередь, подключается к реальному провайдеру. Представленная структура перехода может измениться в зависимости от вашей реализации. Так, например, если вы выполнили bare-metal установку UnitLab, то прослойка в виде VMware Workstation будет отсутствовать. А если вы воспользуете услугой VPS VDS, то между хостовой машиной и VMware Workstation добавляется еще один гипервизор OpenVZ или KVM. Может измениться физическая часть структуры, когда вместо домашнего роутера будет прокси-сервер Kerio WinRoute Firewall и еще с десяток других реализаций. В моем случае структура перехода от виртуального роутера к реальному интернету выглядит именно так, как представлено на слайде. Поэтому мы будем разбирать всю цепочку взаимодействия на ее примере. Если вы последовали рекомендациям, представленным в первом уроке, то ваша структура должна быть аналогичной, по крайней мере в части виртуализации. Каждая виртуальная машина, так же как и физическая, имеет свой интерфейс и свой MAC-адрес. Так, например, в виртуальный роутер Edge 1 имеет интерфейс FastEthernet 0.0, на котором мы получили IP-адрес. FastEthernet 0.0 соединяется с виртуальным интерфейсом UnitLab Pinet 0. Виртуальный интерфейс Pinet 0 соединяется с интерфейсом S0, который принадлежит Linux. S0 соединяется с виртуальным адаптером NetworkAdapter, который можно увидеть в настройках VMware Workstation. На этом месте заканчивается взаимодействие между виртуальными сетевыми интерфейсами и происходит переход к взаимодействию с реальными физическими интерфейсами. Виртуальный адаптер VMware Workstation в режиме моста соединяется с интерфейсом сетевой карты хостовой машины, который в данном случае называется Ethernet или подключение по локальной сети, к которому уже физически подключается кабель, идущий до свечевого интерфейса LAN1 нашего домашнего роутера. А домашний роутер через роутерный OnePort соединяется с сервис-провайдером. На домашнем роутере запущен DHCP-сервер, который и выдает IP-адреса нежестоящим интерфейсам в этой структуре. Так, например, интерфейс Ethernet на хостовой машине получает IP-адресы сопутствующей опции, в результате чего наш Windows 10 сам по себе имеет выход в интернет, и мы можем открыть страницу в браузере. Интерфейс Linux S0 также получил IP-адресы и опции, в результате чего мы смогли получить обновление Unit Lab. И вообще сам Linux имеет выход в интернет. В конце концов, интерфейс виртуального роутера FastEthernet 0.0 тоже получил IP-адресы и другие опции, в результате чего теперь имеет выход в интернет. Основным шлюзом и DNS-сервером для него является этот домашний роутер. Некоторые интерфейсы, такие как Network Adapter и Pinet 0, работают в режиме моста, являются транзитными, а поэтому IP-адрес не получают, они его просто не запрашивают. Если не знать принципы работы DHCP-сервера, то может возникнуть вопрос. Как так получается, что в свечовом модуле домашнего роутера занят только один физический порт, но при этом роутер закрепляет сразу несколько IP-адресов за одним портом? Все дело в том, что IP-адрес закрепляется не за физическим портом, а за MAC-адресом порта, поскольку каждый порт, будь то физический или виртуальный, имеет свой MAC-адрес. Для DHCP-сервера становится возможным выдать IP-адрес каждому интерфейсу, будь то физический или виртуальный порт. Для домашнего роутера все, что подключено к его интерфейсу LAN-1, представляется не как один компьютер, а как свитч, к которому подключено множество устройств. Давайте проследим всю цепочку взаимодействий интерфейсов на нашем примере. Прежде всего, у нас есть интернет, который с помощью кабеля подключен к домашнему роутеру, к его LAN-порту. От свечового LAN-порта того же роутера тянет физический провод к сетевой карте хостового компьютера. Интерфейс с сетевой карты в мэп-случае называется Ethernet. Он получает IP-адресы и другие опции. Далее, в настройках виртуальной машины VMware Workstation можно увидеть интерфейс Network Adapter. Это виртуальный адаптер самого гипервизора, который находится в режиме моста или, другими словами, соединен, сбриджован с этим физическим интерфейсом сетевой карты. Далее, в Linux можно посмотреть интерфейсы. Внутри Linux можно увидеть интерфейс IS-0, который также получил IP-адрес. Этот IS-0 соединен с этим Network Adapter. Если Linux решит обратиться в интернет, то трафик пойдет сначала через IS-0, затем через этот интерфейс. Затем, поскольку этот интерфейс соединен с вот этим интерфейсом, трафик попадает на физический роутер. Посмотрим цепочку дальше. Интерфейс Linux IS-0 соединен с интерфейсом UnitLab, PINET-0, тоже в режиме моста. И далее этот PINET-0 мы видим в веб-интерфейсе UnitLab. Вот здесь, PINET-0. И к этому PINET-0 подключен интерфейс виртуального роутера FastEthernet-00. Вся цепочка интерфейсов работает в режиме моста. Посмотрим в обратную сторону. Мы имеем интерфейс виртуального роутера FastEthernet-00, который соединен с интерфейсом PINET-0. Интерфейс PINET-0 соединен с интерфейсом IS-0. Интерфейс IS-0 соединен с интерфейсом Network Adapter. Network Adapter в режиме моста соединен с физическим интерфейсом сетевой карты хостовой машины. И от сетевой карты хостовой машины проложен физический сетевой кабель до физического роутера, который в свою очередь соединен с интернет. Поскольку у интерфейса FastEthernet-00 есть MAC-адрес, когда виртуальный роутер с под этого MAC-адрес обращается к DHCP-серверу, который находится на этом физическом роутере, DHCP-сервер закрепляет за этим MAC-адресом IP-адрес. Аналогично происходит и в Linux по отношению к IS-0. IS-0 также имеет MAC-адрес, но уже другой. Таким образом и происходит вся цепочка взаимодействия между интерфейсами, в результате чего виртуальный роутер имеет выход в реальный интернет. Существует другая реализация механизма выхода в интернет. Разберем ее устройство. Для этого потребуется выключить интерфейс, направленный в интернет. Шат. Удалить эту линию связи. Сохранить роутер. Выключить. И выключить UnitLab. В настройку виртуальной машины добавляем еще один адаптер. Если первый тип адаптера Network Adapter не обозначенной цифрой работал в режиме Bridge, и это обозначало, что он был соединен с физической сетью, то есть напрямую соединен с интерфейсом сетевой карты, то теперь он будет работать в режиме NAT. Появился второй адаптер NAT. Запускаем. В Linux можно увидеть, что к интерфейсу из 0 был добавлен из 1. Из 1 здесь появился сразу после того, как к нами был добавлен второй Network Adapter. В настройках VMware Workstation. За этим интерфейсом внутри Linux был закреплен из 1. Теперь посмотрим на pinnet интерфейсы. И мы можем увидеть, что за из 1 закреплен pinnet 1. Соответственно, добавляем объект Network и выбираем pinnet 1. И точно так же подключаем к fa.0.0. Enable.conf.ter. Int.fa.0.0. IP.dhcp. NoShot. Был получен IP-адрес 192.168.226.129. Однако в этом случае IP-адрес был выдан не этим физическим роутером, а самим VMware Workstation. Когда мы сделали на нем еще один виртуальный сетевой адаптер, включили его в режим NAT, то сам VMware Workstation стал выступать DHCP сервером и основным шлюзом для виртуального роутера в Unit Lab. В этом случае схема перехода от виртуального роутера к интернет становится хуже, так как добавляется дополнительное NAT-устройство. Если в первом случае виртуальный роутер напрямую соединялся с физическим, то теперь виртуальный роутер обращается к NAT, работающим на VMware Workstation, а NAT уже транслирует дальше. В дальнейшем нам предстоит организовать связь между филиалами с помощью IPsec. Поэтому дополнительное NAT-устройство в виде VMware Workstation будет нам мешать. Вследствие этого я рекомендую подключать виртуальный роутер к интернету именно первым, прямым способом. Проверим связь. Работает. Show IP root. Видно, что основной шлюз 226.2. И DNS такой же, как основной шлюз. Где же в этом случае можно настроить DHCP сервер? В этом случае DHCP сервер настраивается в VMware Workstation. В разделе Edit, Virtual Network, Editor, Change Setting. Виртуальная сеть, связанная с этим адаптером, называется vimnet8. Здесь можно настроить параметр DHCP сервера, и он будет выдавать IP-адреса в другом диапазоне. Эта кнопка откроет окно управления настройками NAT, и здесь можно настроить основной шлюз, который будет получен виртуальным роутером в Unit Lab. Если поменять диапазон DHCP, то автоматически меняется основной шлюз. Подсеть с 226 поменялась на 227. И еще один момент. Этот NAT-интерфейс можно увидеть в настройках сетевых подключений Windows на хостовой машине. Получается, что во всей цепочке интерфейсов добавляется еще один, который работает уже не как мост, а как NAT. Поскольку лишний NAT будет мешать, я вернусь к изначальной схеме без посредников. Для этого достаточно будет выключить роутер. Если роутер не выключить, он не увидит новую линию связи. Переподключим обратно в PINET 0. В результате мы снова получаем IP-адрес напрямую от физического роутера, без каких-либо дополнительных NAT, кроме того, что работает на физическом роутере. Забыл сказать, что если требуется указать еще один DNS-сервер, то команда будет IPNameServer и указываем IP-адрес DNS-сервера. Эта команда не заменит предыдущий, а просто добавит еще один. Для удобства отключим механизм разрешения доменных имен. Это влияет только на этот конкретный роутер. Отключение этого механизма не воспрепятствует пользователям обращаться к DNS через него. Этот интерфейс можно удалить. Изменение вступит в силу после перезагрузки. Для уверенности, что удаление интерфейса отразится на Linux, желательно не просто выполнить перезагрузку, а полностью выключить, а затем включить виртуальную машину. При запуске роутер автоматически будет получать доступ в интернет благодаря DHCP, при условии, что интерфейс был оставлен включенным. Благодаря рассмотренной структуре взаимодействия вы сможете обеспечить выход в интернет для виртуальной сети. Поскольку мы эмулируем и представляем, что это реальная сеть предприятия, мы забываем о том, что где-то там какие-то реальные физические роутеры. Для нас реальным является роутер EdgeRT 1, а все, что дальше – интернет. Для нас Net – это провайдер. Следующая задача – обеспечить выход в интернет для конечных пользователей. Поскольку сейчас выход в интернет имеет только пограничный EdgeRouter. На EdgeRouter 1 необходимо включить NAT для того, чтобы он транслировал IP-адреса из частного диапазона на IP-адрес провайдера. Частным диапазоном являются IP-адреса со 192.168.1.2 по 192.168.7.254. IP-адресом якобы провайдера является 192.168.0.59, который провайдер автоматически с помощью DHCP назначает на интерфейс FastEtherNet.0.0 нашего пограничного роутера. С помощью аксесс-листа указываем диапазон частных IP-адресов, которые будут транслироваться на IP-адрес провайдера. Транслироваться будет вся сеть 192.168 по 16-й маске. Если на роутер придет пакет, в поле источника которого будет стоять IP-адрес, начинающийся со 192.168, такой IP-адрес будет попадать под условия аксесс-листа и транслироваться. Это возможно благодаря тому, что два первых актета жестко зафиксированы перевернутой маской, а два других актета могут варьироваться. Какой бы IP-адрес из частного диапазона не пришел бы на роутер, если в качестве источника будет стоять 192.168, а дальше что угодно, все эти IP-адреса будут транслироваться. Эта команда включила NAT. Будет выполняться трансляция частных адресов, указанных в аксесс-листе номер 7, на IP-адрес, который присваивается по DHCP на интерфейс FastEthernet.00. И NAT будет работать в режиме перегрузки, то есть это будет PAD – PortAddressTranslation. Последним действием является определение интерфейсов. Intfa00, IP NAT Outside, Intfa10, IP NAT Inside, Intfa20, IP NAT Inside. Мы очень подробно и очень детально изучали NAT в первой части видеокурса, поэтому здесь я использую минимальное количество комментариев. Завершили конфигурацию NAT. Сохраним роутер и запустим все остальное оборудование. Возьмем ПК-5 из 5-го Вилана. Как только ПК-5 включился, он попытался запросить IP-адресу DHCP сервера, но поскольку в этот момент сеть еще не сошлась, его попытка не увенчалась успехом. Отлично. Пинк 8.8.8.8. Не работает. Начинаем траблшютинг. Может ли ПК-5 добраться до внутреннего интерфейса Edge роутера? Пинк 10.0.10.2. Не может. Вероятнее всего, он не может добраться до своего основного шлюза. Пинк 10.0.10.2.168.3.1. Да, не может. Это все та же проблема с зависанием внутренних SVI интерфейсов, которые вскоре мы будем устранять. А сейчас просто перезагрузим. Активным за Вилан 3 является Distribution Switch 2, поэтому выполним эту операцию на нем. Shad. No Shad. Шлюз заработал. А вот выход в интернет по-прежнему отсутствует. Выход в интернет отсутствует, поскольку отсутствует дефолтный маршрут. Distribution Switch 2 не знает, как добраться до сети 8.8.8.0 и до любой другой сети, находящейся в интернет. На Edge роутере роутер OSPF1 Default Information Reginate Вы ждете выполнение этой команды, и Edge роутер будет анонсировать 8.0 дефолтный маршрут и сообщать всем устройствам топологии следующую информацию. Если вы не знаете, как добраться до той или иной сети, направляйте весь трафик на меня. Я разберусь. Если теперь посмотреть на таблицу маршрутизации Distribution Switch 2, в самом ее конце можно увидеть 8.0 дефолтный маршрут либо через Core Switch 1, либо через Core Switch 2. Если посмотреть на Core Switch 1, то можно увидеть, что до неизвестной сети Core Switch 1 по 8.0 дефолтному маршруту будет добираться через Edge роутер. Все пакеты до неизвестных сетей он будет посылать на Edge роутер. С ПК-5 снова пытаемся выполнить пинг. По IP-адресу доступ в интернет был получен. На Edge роутере можно выполнить команду Show IPNAT Translations и убедиться в том, что трансляция работает. Частный IP-адрес 192.168.3.2, который принадлежит ПК-5, транслируется на внешний IP-адрес 192.168.0.59, который якобы нам выдал провайдер, и пакет направляется на внешний IP-адрес, находящийся в интернет. 8.8.8.8. Теперь проверим DNS, как будут разрешаться имена. Насколько вы помните, в настройках DHCP сервера в качестве DNS был указан IP 192.168.0.1. Это IP-адрес вот этого роутера. Show IP. Как видно, настройка DNS на ПК-5 присутствует. Ping Mail.ru. DNS тоже работает. Интересная особенность, связанная с DNS-серверами. Возьмем ПК-7 из того же третьего Вилана. Откажемся от использования DHCP и проведем ручную конфигурацию. IP.12.168.3. Ну, скажем, какой-нибудь 5. 2.5.5.2.5.5.2.5.0 через 12.168.3.1. IP DNS и укажем какой-нибудь несуществующий DNS. IP-адрес правильный, шлюз правильный, а вот DNS неправильный. Если попытаться обратиться к ресурсу по IP-адресу, то все будет работать. Но если попробовать зарезолвить какое-либо имя, оп, и ПК-7 вообще перестает работать. Если на него нажать, то консоль управления не откроется. Для справления возникшей ситуации нужно выключить и снова включить ПК-7. Если виртуал PC не может получить доступ к DNS серверу, он просто отключается. Происходит крах ядра этого эмулятора. Такое поведение возникает вследствие недоработки данного программного обеспечения. Если вы попытались пропинговать ресурс по его DNS имени, а virtual PC выключился, это будет означать, что у вас что-то не в порядке с DNS сервером. ПК не смог добраться до DNS сервера. Такое происходит только в том случае, если ПК именно не может добраться до сервера. А вот если на сервере просто не окажется а о записи, все будет в порядке. Попробуем выйти в интернет со второго Вилана. Я надеюсь, что интерфейс Вилан 2 не подвис. Работает. Пользователь имеет выход в интернет. Теперь возникает новая задача. Провайдер только один, а пограничных роутеров два. Два пограничных роутера нужно подключить к одному провайдеру и тем самым обеспечить отказоустойчивость. Мы будем имитировать Dual Home подключение, когда от одной организации происходит резервирование до одного и того же провайдера. Если схему Dual Home рассмотреть более конкретно, то мы будем имитировать схему, при которой два Customer Edge роутера подключаются к одному провайдерскому роутеру. Напоминаю, что для нас это просто Edge роутер, а с точки зрения провайдера это Customer Edge, поскольку по отношению к провайдеру наше предприятие является клиентом. Остальные схемы были построены нами в первой части видеокурса. Здесь же мы строим один большой проект и под этот большой проект выбираем конкретную реализацию. В данном случае схему Dual Home с двумя пограничными и одним провайдерским роутером. Удобнее всего будет сделать следующим образом. Удалить Net. Сохранить и выключить роутер. Добавить еще один роутер с образом iOS 7200. Это будет тот самый провайдерский роутер. Далее соединить провайдерский роутер с интернет. Провайдер для нашей организации предоставляет два провода. Один подключаем к Edge роутеру первому, а второй к Edge роутеру второму. Кроме проводов, провайдер также предоставляет IP-адресацию. Он говорит, что с одной стороны для вашей организации я выделяю такую подсеть, а с этой стороны совершенно другую подсеть. И вы будете транслировать ваши частные IP-адреса на IP-адреса ваших внешних интерфейсов. Обращаю ваше внимание, что это не внешние IP-адреса, это не публичные, марштизируемые IP-адреса. Это внутренние IP-адреса провайдера, внутренние сети провайдера, по которым мы подключили наши Edge роутеры. По ним нельзя будет добраться извне. А вот внешний публичный IP-адрес будет уже настоящий. 178.217.31.162. Если говорить в контексте нашего виртуального проекта, это тот самый реальный внешний публичный IP-адрес, который вы должны получить, чтобы потом подключить к этой головной сети филиал, а также осуществлять подключение удаленных пользователей по технологиям Easy и SSL VPN. Безусловно, если вы последуете рекомендации, вы будете использовать территориально распределенную архитектуру. Запускаем все устройства. Сейчас нам предстоит настроить провайдерский роутер. В реальной жизни эти действия не потребуются. Провайдерский роутер настроит за нас провайдера, и доступа у нас к нему не будет. Но поскольку это виртуальная лабораторная среда, у нас появляется возможность в какой-то степени почувствовать себя сервис-провайдерами. Прежде всего получим IP-адрес. Интерфейсу FastEthernet00 был присвоен IP-адрес 192.168.083. Присвоен он был, напоминая, домашним роутерам. В дальнейшем с этого внешнего IP-адреса на этот IP-адрес нужно будет сделать проброс портов. Для того, чтобы из внешнего интернета через домашний роутер пробраться к виртуальному роутеру и установить VPN-соединение. Поэтому ситуация, при которой интерфейс виртуального роутера FastEthernet00 динамически получает IP-адрес невыгодно. Нужно сделать так, чтобы домашний роутер интерфейсу виртуального роутера FAN00 выдавал бы все время один тот же IP-адрес, на который в дальнейшем мы будем делать проброс портов. Для этого получаем MAC-адрес интерфейса FastEthernet00. Show Interface без приставки IP FAN00. MAC-адрес получен. Скопируем. Далее я. С хостовой машины зайду на вот этот вот роутер. 122.168.0.1 Перейду к настройкам статического DHCP. И скажу, что пускай всегда выдается IP-адрес 192.168.0.100. Для MAC-адреса вот такого. Длинг такую запись MAC-адреса не поймет, поэтому изменю его вид. Вот разделю двоеточиями по два разряда. И задам имя. ASP. У вас может быть какой-то другой роутер, другая прошивка, либо даже программный межсетевой экран Cario WinRoot Firewall. Поэтому эту задачу вам предстоит решить самостоятельно. Ранее DHCP сервер выдавал IP 0.83. Сейчас должен выдавать 0.100. Confter. Info. 0.0. Shad. Просто еще раз перезапросим IP-адрес. No Shad. Теперь домашний роутер выдал IP-адрес 0.100. И такой IP-адрес будет присваиваться интерфейсу FastEtherNet 0.0 всегда. В дальнейшем мы сможем в настройках домашнего роутера добавить проброса вида внешний порт 500, внутренний тоже 500, из 1, то есть от провайдера. В данном случае у меня Point-to-Point over Ethernet PTK. На внутренний IP 192.168.0.100. В результате этого 500-ый порт будет проброшен через NAT, домашнего роутера на интерфейс FastEtherNet 0.0 виртуального роутера. Немного заглянули в будущее. Это будет несколько позже. Сейчас же предстоит задача настроить отказоустойчивость пограничных роутеров. На ASP роутере нужно включить NAT. Указав при этом диапазон IP-адресов, которые будут транслироваться. Как вы думаете, какой диапазон IP-адресов здесь указывать? Наверное, опять же вот такой. Адреса нашей локальной сети, начинающиеся со 192.168, будут транслироваться. Но это провайдерский роутер. Первоначально NAT будут выполнять edge-роутеры. Edge-роутер первый будет транслировать частные адреса на 165.24.56.78, а edge-роутер второй на 238.56.23.1. Пакет, сформированный, например, ПК-5, при прохождении во внутренней сети будет иметь IP-источника 192.168.3.2. Когда он дойдет до edge-роутера первого, IP-источника в пакете поменяется на 165.24.56.78. И уже ASP-роутер должен будет транслировать IP-пакет с источником 165.24.56.78 на IP-источника 192.168.0.100. Поэтому здесь нужно указать 165.24.56.0 по 00.255. И второй 238.56.23.0, IP-нат-инсайд-сорс-лист-семь, интерфейс-фан-0.0, оверлоуд. Готово. Проверим. Пошлем ICMP-эхо-реквест на 8.8.8.8. При этом в качестве источника будет использован IP-адрес 165.24.56.7, находящийся на интерфейсе FastEthernet 1.0. И такой IP-адрес попадает под условия аксесс-листа номер 7. А раз он попадает, то поскольку аксесс-лист 7 подключен к движку NAT, трансляция будет выполнена, и мы получим ICMP-эхо-реплай. Пока еще на интерфейс источника IP-адрес не назначен. Сделаем это. Еще раз. Отлично. Отлично. NAT на SP-роутере работает. Так, я сделал ерунду. Максимальное значение у актета равняется 255, а я установил 238. Пускай это будет 218. Также придется подправить аксесс-лист. Второй интерфейс настроили, и он тоже работает. На этом настройка провайдерского роутера завершена. Второй G-роутер пока настраивать не будем. Разберемся с G-роутером первым. Если посмотреть на G-роутер первый, то можно будет обнаружить, что дефолтный маршрут отсутствует. Раньше он присутствовал в таблице маршрутизации, поскольку этот роутер получал основной шлюз от DHCP сервера. Когда роутер получал основной шлюз, он автоматически заносил записи маршрути по умолчанию в таблицу маршрутизации. Поскольку теперь DHCP сервер выдает основной шлюз провайдерскому роутеру, а не нашему пограничному, такого больше не происходит. Поэтому маршрут по умолчанию следует прописать вручную. IP-ROOT 8.0 через IP-адрес провайдерского роутера 165.24.56.7 Посмотрим, появился ли дефолтный маршрут у Edge-роутера первого. Маршрута нет, поскольку мной еще не был настроен интерфейс FastEtherNet 3.0. Маршрут появился, и так как ранее нами уже была применена команда DefaultInformationOriginate, он должен был появиться и у другого оборудования, входящего в маршрутизируемую часть сети. Также требуется перенастроить NAT. Поскольку интерфейс изменился, IP-адрес, на котором будет происходить трансляция, теперь другой. После проведенной проверки явно видно, что Edge-роутер первый обеспечивает выход в интернет как с использованием DNS, так и без его использования. Пришло время настроить Edge-роутер второй. Настройка второго роутера ничем не отличается от настройки первого, поэтому я ускорю видео. Субтитры сделал DimaTorzok Настройка второго роутера завершена. Для того, чтобы внутренние пользователи нашей сети имели возможность выхода в интернет, не только через роутер первый, но и через роутер второй, роутер второй точно также должен анонсировать дефолтный маршрут. Посмотрим, что стало с таблицей муштизации. Допустим, на Core Switch 1, как видно, Core Switch 1 может выйти в интернет, используя два пути. Либо через 10.0.10.2, что соответствует Edge-роутеру первому, либо через 10.0.13.2, что соответствует Edge-роутеру второму. Трафик будет балансироваться по двум этим каналам в зависимости от настройки Cisco Express Forwarding. Сокращенно CF в русской интерпретации произносится как CEF. По умолчанию работает балансировка по IP-адресу источника и назначения. Какие-то пакеты будут направляться в интернет через Edge-роутер первый, какие-то через Edge-роутер второй. Такое поведение нежелательно, поскольку оно может вызвать проблемы, связанные с динамическим открытием трансляции NAT. В конфигурации с двумя провайдерами мы также будем желать, чтобы весь трафик направлялся только через одного наиболее дешевого и быстрого провайдера. В связи с этим требуется каким-то образом сделать так, чтобы Core Switch в нормальной ситуации направляли бы все пакеты для интернет только в сторону Edge-роутера первого. И только в случае отказа Edge-роутера первого они направляли бы трафик на Edge-роутер второй. Один роутер должен являться активным, второй – запасным. Напоминаю, что на уровне муштизации это делается не с помощью протоколов First-Hop Redundancy, а с помощью управления метрикой. Мы должны сказать, что 8-минулевой дефолтный маршрут, полученный от Edge-роутера второго, будет хуже, чем маршрут, полученный от Edge-роутера первого. В этом случае Core-коммутаторы будут направлять трафик только по наилучшему маршруту, по маршруту с наименьшей метрикой, а именно через Edge-роутер первый. Если же Edge-роутер первый выйдет из строя, то он перестанет анонсировать маршрут с наилучшей метрикой, и Core-коммутаторам не останется ничего другого, как направлять трафик по маршруту с худшей метрикой. Сейчас оба дефолтных маршрута, полученные от двух роутеров, имеют метрику равной единице. Если Edge-роутер второго сделать метрику хуже, например, 10, а у Edge-роутера первого оставить значение по умолчанию, Core-коммутаторы начнут направлять трафик по маршруту с первой метрикой на Edge-роутер первый, а маршрут с метрикой равной 10 станет запасным и отображаться в таблице амортизации не будет. Переходим к редактированию Edge-роутера второго. Раутер OSPF1, Default Information Originate, но не просто Default Information Originate, а Default Information Originate Metric 10. Готово. До того, как нами была ухудшена метрика на Edge-роутере втором, на Core-switch 1 отображалось два маршрута. Если обновить, то останется только один маршрут через Edge-роутер первый, через 10.0, 10.2. Если мы выведем этот роутер из троя, то Core-коммутатором не останется ничего другого, как выходить в интернет по маршруту с 10-й метрикой. Как видно теперь, Core-коммутатор направляет трафик через 10.0, 13.2, что соответствует Edge-роутеру второму. После проведенной проверки видно, что через второй роутер конечный пользователь имеет выход в интернет. Таким образом, если Edge-роутер первый отказывает в обслуживании, Core-коммутатор использует дефолтный маршрут от Edge-роутера второго. Но что если в обслуживании откажет не сам Edge-роутер первый, а сгорит интерфейс провайдерского роутера FastEthernet 1.0? Или в конфигурации с двумя провайдерами, опять же, в обслуживании откажет не сам Edge-роутер первый, а провайдер где-то там дальше потеряет связь с интернетом? Нужно каким-то образом сделать так, чтобы дефолтный маршрут, анонсируемый Edge-роутером первым, изменял свое состояние в зависимости от работоспособности провайдера. В нашей ситуации требуется сделать так, чтобы Edge-роутер первый перестал анонсировать дефолтный маршрут в случае утраты возможности выхода в интернет. В этом поможет уже знакомая для нас технология IPSLA, но с некоторыми усложнениями. IPSLA 1 ICMP ECO И будем пинговать внешний ресурс в качестве примера, я использую mail.ru Для этого первоначально потребуется выяснить IP-адрес, так как домейн Lookup на роутере был отключен. Интерфейс источника, из-под которого будет направляться ICMP ECO, FastEthernet 3.0. Ни в коем случае интерфейс источника не должен быть в FastEthernet 1.0, поскольку если ICMP ECO будет отправлено с под этого интерфейса, в качестве IP-источника будет указан 10.0.10.2, который не соответствует условиям аксесс-листа на роутере провайдера, и такой пакет не будет транслирован механизмом NAT. Поэтому в качестве источника для IPSLA следует указать FastEthernet 3.0, IP-адрес которого включен в аксесс-лист на провайдерском роутере, а потому будет транслирован на внешний IP-адрес 192.168.0.100. Частота 1 раз в 10 секунд. Данная команда запустит IPSLA прямо сейчас, и IPSLA будет работать бесконечно. Эта команда привяжет трек-отслеживание номер 1 к зонду IPSLA, и трек 1 будет отслеживать доступность удаленного ресурса. Простыми словами, пингуется или не пингуется mail.ru. В шоу трек в настоящий момент состояние трека отображается как reachability и sub. Это означает, что IPSLA успешно отправляет ICMP-эко-реквест и получает ответные пакеты от mail.ru. Если же mail.ru по каким-либо причинам прекратит отправлять ответы в статус reachability и sub, изменится свое состояние на reachability и с down. Посмотрим, как это будет происходить. На ISP-роутере отключим интерфейс FastEthernet 1.0, и тем самым сымитируем неисправность у провайдера. На ISP-роутере первым появилось сообщение о том, что трек отслеживания номер 1 сработал, его статус изменился, reachability и состояние up перешло в состояние down. Если посмотреть шоу трек, то можно увидеть, что статус reachability и sub изменил свое состояние на reachability и с down. Reachability и с down, ну и что? Пока это ни на что не влияет. Требуется каким-то образом связать это событие с изменением метрики дефолтного маршрута. С этого момента начинается тема, которую мы ранее не изучали. Вернем интерфейс на ISP-роутере в обычное состояние. Материалы, техническая документация, команда CISCO, часть 2. В разделе «Другие технологии» присутствует пункт 7.4. Default information в зависимости от IP SLA, а точнее сказать в зависимости от состояния трека отслеживания. Первым действием является создание маршрута с любым IP-адресом. В данном случае я предлагаю 155, 155, 155, 155 по 32-й маске, замкнутой в никуда, на null interface, привязанный к треку отслеживания 1. Данный маршрут будет находиться в таблице маршрутизации только в том случае, если трек 1 будет находиться в состоянии reachability и sub. Если ресурс mail.ru будет пинговаться, то маршрут будет находиться в таблице маршрутизации. В противном случае этот маршрут будет пропадать из таблицы маршрутизации. Такое возможно благодаря тому, что это не просто маршрут, а маршрут, привязанный к треку отслеживания. Если вы помните, ранее я снова включил интерфейс на ISP-роутере. Поэтому сейчас на ISP-роутере первом трек 1 снова сообщает состояние reachability и sub. Маршрут был добавлен, do show ip-root и отобразился в таблице маршрутизации. Вторым действием является создание префикс-листа с именем control-root. Данный префикс-лист будет отслеживать наличие только что сделанного нами маршрута в таблице маршрутизации. Третьим шагом является создание разрешающего root-map с именем default-information. К этому root-map подключается созданный ранее префикс-лист. Далее переходим в раутер SPF1. Издаем уже знакомую нам команду default-information-originate, но в данном случае еще и с параметром always, а к ней прикрепляем root-map с именем default-information. Объясню принцип работы этой многоуровневой системы. Начну с самого низа. Команда default-information-originate отвечает за анонс маршрута по умолчанию. Но поскольку мы привязали к этой команде root-map, то маршрут по умолчанию будет анонсироваться только тогда, когда будет срабатывать root-map. Root-map будет срабатывать, если будет срабатывать префикс-лист. А префикс-лист будет срабатывать только в том случае, если в таблице маршрутизации будет указанный маршрут. А в таблице маршрутизации будет указанный маршрут, если трек 1 будет возвращать состояние reachability из up. Если же трек 1 будет возвращать состояние reachability из down, то маршрут 155-155-155 пропадет из таблицы маршрутизации. Если маршрут пропадет, перестанет срабатывать префикс-лист, а также перестанет срабатывать root-map. А поскольку root-map перестанет срабатывать, маршрут по умолчанию прекратит анонсироваться. После того, как маршрут по умолчанию перестанет анонсироваться, edge-роутером первым кор-коммутатором не останется ничего другого, как перенаправить трафик по оставшемуся дефолтному маршруту с 10-й метрикой через edge-роутер второй. На edge-роутере втором дополнительная настройка не требуется. Никаких root-map, никаких префикс-листов, никаких IPSLA. Все происходит только на edge-роутере первом. Произведем проверку. В таблице маршрутизации кор-коммутатора первого можно обнаружить, что сейчас он направляет трафик через edge-роутер первый, поскольку все в порядке. Так и задумано. На ESP-роутере отключаем интерфейс FastEtherNet 1.0 и имитируем тем самым отказ в обслуживании на стороне провайдера. На edge-роутере первом ожидаем появления сообщения об изменении статуса трек-отслеживания. Трек-отслеживания изменил свое состояние. Подождем некоторое время, пока LSA сообщения разнесут информацию об изменении топологии. И можно посмотреть на результат. Как видно, теперь кор-коммутатор первый, трафик в интернет будет направлять на edge-роутер второй. Аналогичная ситуация произошла и на кор-коммутаторе втором. Как только интерфейс восстановится, через некоторое время edge-роутер первый снова начнет анонсировать дефолтный маршрут с лучшей метрикой. С первой метрикой и кор-коммутаторы вновь начнут направлять пакеты в интернет через edge-роутер первый. Да, действительно это так. То же самое нужно будет сделать, если вы будете использовать схему не dual-homed, а multi-homed. Когда не один, а два провайдера. Если посмотреть более детально, то это скорее всего будет схему, при которой два custom-range подключаются к двум разным ISP. Если edge-роутер первый обнаружит, что ресурс недоступен через провайдер, к которому он подключен, он перестанет анонсировать дефолтный маршрут, и кор-коммутаторы начнут направлять трафик через edge-роутер 2, подключенный ко второму действующему провайдеру. На самом деле в схеме dual-homed, когда используют только один провайдерский роутер, конфигурация IPSLA особого смысла не имеет. Так как если сгорит интерфейс F1.0 на провайдерском роутере, то интерфейс edge-роутер первого F3.0 придет в состояние shutdown. Если он перейдет в состояние shutdown, то и дефолтный маршрут через 165.24.56.7 пропадет с таблицей муштизации. А если пропадет дефолтный маршрут, то edge-роутер первый перестанет его анонсировать во внутреннюю сеть при условии, что была задана команда default information originate без параметра always. Поскольку с параметром always дефолтный маршрут всегда будет анонсироваться во внутреннюю сеть, вне зависимости от его наличия в таблице муштизации. Кстати сказать, в лабораторной среде отключение интерфейса F1.0 не приведет к тому, что F3.0 переходит в состояние shutdown. В схеме multi-homes с двумя провайдерами использование IPSLA необходимо. И поскольку в этом видеокурсе мы предполагаем, что на реальном предприятии вы будете осуществлять резервирование доступа к интернету именно по схеме multi-homes, эту тему нельзя было обойти стороной. Задачу по переключению роутера в зависимости от состояния провайдера можно было бы решить путем простого отключения интерфейсов FastEtherNet 1.0 и FastEtherNet 2.0, сразу после того, как трекослеживание переходило бы в состояние reachability с down. Решить задачу подобным способом поможет технология, которая носит название EventManagerUplet, или по-другому Embedded EventManager EEM. EventManagerUplet позволяет автоматически выполнить ряд действий в случае возникновения какого-либо события. Давайте посмотрим, как это будет происходить в нашем случае. Прежде всего, создается сам EventManagerUplet с любым именем, например, channeldown. Затем EventManagerUplet с помощью команды event-syslog-pattern будет отслеживать появление в сислоге сообщения о том, что трек 1 перешел в состояние up в состояние down. Если EventManagerUplet увидит в сислоге подобное сообщение, он выполнит ряд действий. Действие первое. В консоли автоматически будет введена и применена команда enable. Действие второе. В консоли автоматически будет введена и применена команда configure terminal. Действие третье. В консоли автоматически будет введена команда interface-ethernet-00. И четвертым действием будет выполнена команда shutdown. Таким образом, как только трек отслеживания изменит свое состояние на down, EventManagerUplet автоматически выполнит ряд команд, которые приведут к отключению интерфейсов fastethernet-1.0 и fastethernet-2.0. Если эти интерфейсы будут выключены, EdgeRouter 1 будет полностью отключен от внутренней сети, а потому не сможет продолжить анонсировать дефолтный маршрут с хорошей метрикой. Останется только плохой маршрут с 10-й метрикой, который анонсирует EdgeRouter 2. При этом создается и второй EventManagerUplet, который будет называться уже не как в первом случае channeldown, а channelup. Он будет срабатывать и с трека 1 снова перейдет в состояние reachability-zap. При возникновении этого события EventManagerUplet автоматически выполнит ряд команд, которые приведут к обратному включению интерфейсов fastethernet-1.0 и fastethernet-2.0. Роутер подключится к сети и снова сможет анонсировать маршрут с лучшей метрикой. Предлагаю реализовать этот механизм на практике, чтобы еще лучше понять принцип его работы. Прежде всего на EdgeRouter 1 отключим привязку DefaultInformationOriginade к RouteMap. Роутер OSPF1. NoDefaultInformationOriginade DoShowRun Section OSPF Мы видим, что касательно дефолтного маршрута больше нет никакой информации. Когда нами была применена команда NoDefaultInformationOriginade, все, что за ней было написано, все было удалено. Была удалена вся команда целиком, со всеми параметрами. Снова применим команду DefaultInformationOriginade, и теперь она снова не зависит от RouteMap. Таким образом мы отключили зависимость маршрута по умолчанию от IPSLA. Теперь появляется возможность ничего больше не удалять, а просто развернуть новую конфигурацию поверх старой. Скопируем все, что здесь представлено. Файл. Быстрой конфигурации это редактируем в соответствии с нашими задачами. Первая автоматически выполняемая команда это переход в Enable. Вторая переходит в конфигурационный режим. Третий это переход к редактированию интерфейса. FastEvernet 1.0. Четвертый отвечает за отключение интерфейса. ChannelDown. Паттерн поведения UpDown. Но это еще не все, нужно будет перейти в еще один интерфейс, это будет пятое действие. FAT2.0. Шестым действием также будет являться отключение данного интерфейса. Седьмым действием будет END. И восьмым действием будет EXIT. EventManagerApplet для автоматического ввода команд будет подключаться к удаленным линиям управления. Line VTY 0.4. Если вы разрешили удаленное подключение только к нулевой линии, а все другие запретили, то EventManagerApplet займет нулевую линию и так в ней и останется. На некоторое время. Если вы в этот момент попытаетесь осуществить удаленное подключение к устройству, например, с использованием SSH клиента, то поскольку нулевая линия занята, вам не удастся этого сделать. Чтобы такого не произошло, седьмым и восьмым действием EventManagerApplet будет выходить из сеанса, освобождая удаленную линию управления. Про удаленную линию управления мы будем говорить в дальнейшем в этом видеокурсе. Теперь нужно сделать вторую с точностью до наоборот. ChannelUp. Если в CISLOG будет появляться сообщение о том, что трек ослеживания наоборот из состояния Down перешел в состояние Up, то интерфейсы будут наоборот включаться. Все, что осталось, это применить. Вставляем. Первый апплет готов. Второй апплет готов. Теперь нужно спровоцировать появление вот этого сообщения. Если такое сообщение появится, EventManagerApplet с именем ChannelDown сработает и выключит интерфейсы. Снова отключаем интерфейс на провайдерском роутере для эмуляции аварии. И смотрим на эйдж роутер первый. Очевидно, что сразу после того, как трек ослеживания изменил свое состояние, сработал EventManagerApplet. Появилось множество различных сообщений. Прежде всего протокол ОСПФ сообщил о потере взаимоотношений с соседями по причине отключения интерфейсов. Не осталось без следа и работы самого EventManager. Нами было получено сообщение о том, что он отработал на линии управления VTY 0. Обратите внимание, что EventManagerApplet выполняет всю последовательность команды молниеносно-быстро. Поэтому сначала мы увидели, что EAM завершил свою работу, а только потом мы увидели сообщение об отключении интерфейсов, поскольку они отражаются с задержкой. Душу IPInterfaceBrief. Видно, чтобы интерфейс находится в состоянии Administratively Down. Если посмотреть на таблицу марштизации корка мутатора первого, то, безусловно, он будет направлять трафик через EdgeRouter2. Если снова включить интерфейс на роутере и провайдере, что означает восстановление его работоспособности, то это приведет к изменению состояния трека-отслеживания в результате сработает второй EventManager с именем ChannelUp, который выполнит последовательность команд для включения интерфейса. Также было установлено взаимоотношения с соседями по OSPF. Душу IPInterfaceBrief. F1.0 включился. А вот F2.0 не включился. Не включился. Поскольку я ошибся при написании команды. Ничего страшного не произошло. Я думаю, что механизм работы Embedded EventManager стал для вас понятен. Тем не менее, один из интерфейсов включился, поэтому на core-коммутаторе первом можно увидеть, что он снова направляет трафик на EdgeRouter1. 10.0.10.2. Сравнивая два этих способа, можно сделать вывод о том, что переключение между роутерами с использованием RootMap является более интеллектуальным решением, нежели простое отключение интерфейсов. Роутер не отключается от сети и не вызывает перестроение топологии. Кроме того, к нему всегда остается доступ по SSH из внутренней сети для цели удаленного администрирования или для опроса SNMP. Второе же решение с использованием EventManager является более посредственным, поскольку роутер полностью отключается от внутренней сети. Однако, с тем же успехом можно было бы не отключать интерфейс, а сделать следующим образом. Зайти в раутер OSPF1. NoDefaultInformationOriginate. А здесь наоборот. И в этом случае схема работала бы более интеллектуально. Все зависит от ваших целей и от ваших задач. Еще немного поработаем с EventManagerApplet. Обратите внимание, что действие обозначено не просто цифрой 1, а как 1.0. Если при составлении последовательности команд сетевой инженер пропустит какое-либо действие, он может добавить его, написав 1.1, 1.2, 1.3 и так далее. Посмотрим на практике. Showrun, SectionEvent, EventManagerApplet. Предположим, существует задача, при которой между первым и вторым действием нужно дописать еще одно. Действие 1.5. Допустим, ShowIPInterfaceBrief. В результате действие 1.5 разместилось между первым и вторым. Я вернусь к первой схеме с RootMap. И вам нужно сделать аналогичным образом. Просто удалю все Upload. И к DefaultInformationOriginate снова подключу RootMap. Как я уже говорил ранее, все эти команды выполняются молниеносно быстро, одна за другой. Если возникнет задача, при которой необходимо внести паузу между выполнением команд, то существует следующий механизм. Сам менеджер, потом событие, затем действие, и после этого действия нужно внести паузу. Для этого следующим шагом будет Wait с указанием количества секунд, в течение которых EventManager будет ожидать, прежде чем приступит к следующей команде. В результате вначале будет выполнен команда Enable, затем EventManager подождет 10 секунд, затем выполнит следующую команду, в данном случае с номером 3.0. Механизм Wait доступен только начиная с третьей версии EventManagerApplet. Осуществить просмотр версии можно выполнив команду ShowEventManagerVersion. В этой таблице отображается версия для каждой служебной команды, а общую версию можно посмотреть в самом начале таблицы. Виртуальный роутер 7206VXR, на который мы сейчас смотрим, работает на iOS версии 15. ShowEventManagerVersion. А 3725 работает на версии iOS 12.4. Дело в том, что для платформы 3725 образов iOS версии 15 не бывает. Вы можете убедиться в этом, воспользовавшись онлайн-сервисом Cisco Future Navigator. iOS версии 15 доступен только на 7200, если мы говорим про лабораторную среду и Dynamips. Если вы запустите в iOS или в iOS L2 на Cameo, то там будет iOS 15. На iOS доступны как 12, так и 15 версии iOS. Так вот, в случае с 3725 и iOS 12.4 внутри EventManagerApplet команда Wait не поддерживается. При этом узнать версию EventManager невозможно. ShowEventManager. Подсказка не предлагает нам ввести команду Version, ее нет. С определенной точностью можно сказать, что раз команда Wait не поддерживается, значит версия ниже третьей. Команда Wait не применяется. Для нашей задачи ожидание между выполнением команд не требуется, поэтому в этом нет ничего страшного. Прежде чем перейти к проверке отказоустойчивости, как на уровне моштизации, так и на уровне коммутации, нужно решить проблему с зависанием виртуальных SVI интерфейсов на дистрибьюшн коммутаторах. Практика показала, что если после загрузки коммутаторов выключить виртуальные SVI интерфейсы и через некоторое время включить их, проблема частично решается. SVI интерфейсы не зависают и корректно моштизируют трафик. Я уже говорил, что определенную часть времени мы будем посвящать устранению ситуаций, которые не возникли бы на реальном оборудовании. И это уже вторая подобная ситуация после дуплекса, которую нам предстоит решить. Было бы крайне неудобно каждый раз после включения коммутаторов заходить на SVI интерфейсы и перезагружать их. В автоматизации данного процессора нам поможет все тот же Event Manager Applet. Так что недостаток виртуального оборудования дает нам повод еще раз поработать с данной технологией. Назовем его ShadSviVilance. Если в первом случае Event Manager срабатывал при появлении какого-либо сообщения в сислоге, то теперь он будет срабатывать через 100 секунд после загрузки коммутатора. Приведу сравнение. Если раньше событие называлось SyslogPattern, что означало отслеживание состояния Syslog, то теперь событие называется TimerCountdown, что означает отсчет времени сразу после запуска устройства. 100 секунд перед запуском Event Manager является удобным значением, так как требуется, чтобы устройство полностью загрузилось. Проинициализировал все интерфейсы и HSRP определил свое состояние. И только потом уже можно будет включить интерфейсы. Действие первое. Второе. Можно сокращенно писать. Интерфейс range. На коммутаторах распределения в этом дистрибьюшн-блоке только два ВИЛАНа. ВИЛАН 2-3. Следующее действие это выключение интерфейсов. После отключения интерфейсы не стоит сразу же включать, иначе ничего не получится. Нужно подождать какое-то время, чтобы интерфейсы действительно успели бы выключиться, и только потом включать их. Нам помогла бы команда wait 10 секунд. Шестым действием была бы команда no shutdown. К сожалению, на муштизаторах 3725, которые имитируют коммутаторы, команда wait не поддерживается, поэтому придется выходить из ситуации более интересным способом. Создаем второй event-менеджер апплет. Назовем его onSviVilance. И устанавливаем таймер в 150 секунд. No shutdown. Каков будет алгоритм работы в этом случае? Сразу после того, как дистрибьюшн свитч будет включен, через 100 секунд сработает event-менеджер с именем shatSviVilance и выключит интерфейсы. Когда пройдет еще 50 секунд, сработает второй event-менеджер onSviVilance и включит интерфейсы. Два этих event-менеджера запустят таймер одновременно, но первый сработает через 100 секунд, а второй только через дополнительных 50 секунд от старта коммутатора. Опытным путем было выяснено, что если таймеры сделать меньше, то этот механизм не приведет к желаемому результату. Ну что же, давайте пробовать. На дистрибьюшн свитч первым enable confter. Первый апплет готов. И второй. Можно проверить, сработает ли команда, нет ли в ней ошибки. Срабатывает. Хорошо. Сохраняем. Выключаем коммутатор. Снова включаем. Началась загрузка и примерно через 100 секунд SVI интерфейсы VLAN 2 и VLAN 3 будут выключены. Безусловно, я ускорю видео, чтобы не тратить ваше время. Пока эти сообщения не связаны с event-менеджером, это просто HSRP достиг состояния сходимости. Как видно, event-менеджер апплет сработал и выключил SVI интерфейсы, первый и второй VLAN, administratively down. Примерно через 50 секунд они снова включатся. Сработало. Таким образом, мы убедились в том, что конфигурация сработала. Осталось проделать аналогичные действия на других дистрибьюшн свитчах. Касательно дистрибьюшн свитча второго, то у него будет точно такая же конфигурация. А вот у третьего и четвертого дистрибьюшн виланов больше. С четвертого по седьмой, поэтому внесем изменения в конфигурацию. И применяем на этих дистрибьюшн свитчах. Выключим все эти коммутаторы. И заново их запустим. Пускай на них отработает event-менеджер апплет и приведет их в нормальное состояние. Пока дистрибьюшн коммутатора загружается, кратко расскажу о дополнительных функциях, которыми обладает event-менеджер апплет. Событий много. Event-менеджер может реагировать на ввод какой-либо команды. Если в консоль была введена какая-либо команда, event-менеджер сможет выполнить ряд дополнительных действий. Например, можно сделать так, что если мы зашли на какой-либо интерфейс, то есть ввели команду intfa00, event-менеджер выключил бы интерфейс, автоматически написав команду shat. В результате этого стоит нам зайти на какой-либо интерфейс, как тот сразу же будет выключен. Event-менеджер также может реагировать на события интерфейсов. Например, если загрузка интерфейса превысит установленный порог, event-менеджер выдаст предупреждение об этом в syslog, или выполнит любое другое действие. Он также может считывать значения snmp, и если, к примеру, загрузка процессора роутера превысит 95%, выполнить любое заданное действие. Может реагировать на события таймеров. Нами уже был рассмотрен таймер countdown, который запускает event-менеджер через указанное количество секунд после загрузки устройства. Кроме этого таймера существует event-timered watchdog, который позволяет выполнять сценарий не один раз после перезагрузки, а с определенной периодичностью. Например, каждые 60 секунд будут очищаться правила динамической трансляции. И таймер-крон, который позволит выполнить сценарий в строго определенное время и дату. Например, 31 декабря вывести сообщение в syslog с новым годом. Также существует ряд других событий, одним из которых является нулевое событие event-known, позволяющее запустить event-менеджер вручную. Касательно действий. Помимо тех, что уже были рассмотрены, можно также перезагрузить устройство, отправить e-mail, командой set принудительно установить состояние, например, объект отслеживания, поменять статус reachability из app на статус reachability из down, независимо от фактической доступности ресурса. Также можно создавать сложные сценарии уровня программирования, используя циклы, условия if и else if, считывать и устанавливать значения переменных, использовать регулярные выражения и даже добавлять комментарии в этот программный код. Еще одним действием является действие syslog, например, syslog message. И поскольку событие было установлено как none, event-менеджер можно запустить вручную командой event-менеджер run и указать название этого апплета. Выполнили и получили сообщение в syslog. Привет, мир! Касательно команд диагностики, то их лучше посмотреть на коммутаторе, на котором уже работает event-менеджер. show event-менеджер history events Здесь указывается, в какое время и какой апплет срабатывал. На этом устройстве нами было создано два апплета, которые отображаются в графе name. Отображается событие, на основании которого запускается данный апплет. Событие timer и тип события, в нашем случае это countdown, а также отображены даты и время, соответствующие последнему запуску апплета. Поскольку время на этом коммутаторе не настроено, показывается, что последний раз апплет с именем shat svi-vilans был запущен в пятницу 1 марта 2002 года, в 1 минуту 56 секунд от запуска устройства. Таким образом, embedded event-менеджер EM, он же event-менеджер апплет, достаточно гибкий механизм, предоставляющий широкий функционал для автоматизации действий. В нашем же видеокурсе задачи по его использованию минимальны. В дальнейшем нам предстоит углубленно разбираться с более интересными и более сложными технологиями. Поэтому продолжаем двигаться дальше. Приступим к тестированию отказоустойчивости. Для тестирования будет использоваться компьютер из второго вилана, который будет отправлять ICMP на mail.ru. Компьютер из третьего вилана, который будет отправлять ICMP на google.com. В этом дистрибьюшн-блоке будет использоваться компьютер из пятого вилана. Пингующий darkmichaelit.ru. И компьютер из шестого вилана. Все устройства работают исправно. ПК-1 и ПК-8 из первого дистрибьюшн-блока, а ПК-11 и ПК-15 из второго дистрибьюшн-блока. Начнем с edge-роутеров. Выключим edge-роутер первый, в результате чего должно будет произойти переключение на edge-роутер второй. Все компьютеры потеряли связь с интернет. Это является нормальной ситуацией. На переключение между роутерами требуется время, связанное с изменением маршрута по умолчанию. Через некоторое время связь с интернет полностью восстанавливается. Теперь она осуществляется через edge-роутер второй. Теперь, предположим, его в обслуживании отказывает этот кор-коммутатор. Очевидно, что на работоспособности сети потерь одного из коммутаторов ядра вообще не отразилась. Включим обратно и подождем, пока он загрузится и обменяется маршрутами. Ситуация, при которой сеть не заметила потерю одного из кор-коммутаторов, не является нормальной. Это означает, что трафик от всех ПК направляется на кор-коммутатор первый, а кор-коммутатор второй вообще не участвовал в маршрутизации пакетов. Маршруты пришли. В таблице маршрутизации я обнаружил проблему. Как видно, трафик по 8.0 дефолтному маршруту направляется не на прямой на edge-роутер второй, а на кор-коммутатор первый через 10.0.9.1 по этой прямой линии связи. OSPF на ниже стоящих дистрибьюшн свитчах просчитал, что маршрут через кор-коммутатор второй не является кратчайшим, поэтому весь трафик пользователей направляет через дистрибьюшн свитч первый. А кор-свитч второй вообще не участвует в маршрутизации пакетов. Если сейчас отключить кор-коммутатор первый, то сеть потеряет выход в интернет. Придется устранить неисправности и добиться результата, при котором кор-коммутатор второй трафик по 8.0 дефолтному маршруту будет направлять напрямую по этой линии связи. Все дело в том, что это прямое соединение попросту не работает. Интерфейс FA-1.3 в состоянии UP и на него назначен верный IP адрес. Это означает, что проблема заключается в интерфейсе edge-роутера второго. Интерфейс edge-роутера всего напросто выключен. Troubleshooting происходит постоянно в процессе построения сети. Теперь на кор-коммутаторе втором трафик по дефолтному маршруту будет направляться по этой прямой линии связи, что является кратчайшим маршрутом. В результате OSPF на ниже стоящих distribution-свитчах будет направлять трафик и через этот коммутатор тоже. Отключаем distribution-коммутатор 1. После отключения distribution-коммутатора 1 видно, что три компьютера из четырех временно не могут выйти в интернет. А вот четвертый компьютер потерю первого кор-коммутатора не заметил. Это связано с балансировкой трафика в механизме CEF по IP-адресу источника и назначения. Так получилось, что три компьютера выходили в интернет через кор-коммутатор 1, а потому заметили его потерю. А четвертый компьютер выходил в интернет через кор-коммутатор 2, а потому выход в интернет не потерял. Это является нормальной ситуацией, через некоторое время маршруты будут перестроены и связь с интернетом полностью восстановится. Что и произошло. Вернем коммутатор 1 в работоспособное состояние. Сейчас я оставляю только ПК1 и ПК8, которые входят в состав первого distribution-блока, и прихожу к тестированию отказоустойчивости шлюзов на уровне коммутации. Итак, за ПК1, находящийся во втором Вилане, активным является distribution switch 1, поскольку он активный за второй Вилан. Как только я выключу distribution switch 1, ПК1 перестанет работать по причине потери своего основного шлюза. Когда второй коммутатор станет активным за второй Вилан, работа ПК1 должна будет восстановиться. ПК8, находящийся в третьем Вилане, также перестанет работать, но не по причине потери основного шлюза, а из-за перестроения топологии Spanning 3 на Ether switch модуле. На Ether switch модуле ничего кроме медленного PVST Plus не поддерживается, а различные технологии ускорения мы пока не применяли. Эмитируем аварию в сети. ПК8, который потерял доступ к основному шлюзу из-за Spanning 3, восстановился. А вот ПК1, который перестал работать из-за потери активного за его Вилан коммутатора, пока еще нет. Спустя некоторое время после потери одного из distribution коммутаторов связь с интернетом была полностью восстановлена. Если посмотреть на distribution switch 2, то он стал активным за второй Вилан. После того, как я включу distribution switch 1, опять же из-за перестроения Spanning 3, оба компьютера потеряют доступ в интернет. Восстановление будет происходить долго, поскольку на distribution switch запустится Event Manager, который будет перезагружать SVI интерфейсы. В реальной жизни без инородного механизма в виде Event Manager связь будет восстанавливаться быстрее. Заработало. Таким образом будет восстановиться связь в обычной ситуации. Но поскольку сейчас в действие вступит Event Manager, связь снова потеряется на некоторое время. Мы не будем этого дожидаться, поскольку в реальной жизни в этот момент восстановление связи произошло бы уже окончательно. Сейчас проверим второй distribution блок, а затем проверим третий distribution блок в серверной ферме. Шестой Вилан восстановился. Связь восстановлена. Осталось проверить серверную ферму или другое название дата-центр предприятия. Открываем ПК-1 и отпрашиваем DHCP-сервер с помощью ICMP сообщений. 60.0.1.1 повторять бесконечно. DHCP-сервер опрашивается, и вдруг в обслуживании отказывает один из дистрибьюшенов серверной фермы. Отказ первого дистрибьюшен-коммутатора не отражается на связи между ПК-1 и DHCP-сервером, поскольку все пакеты направлялись через Farm Switch 2. Так решил CEF на первом Core-коммутаторе для этого IP-источника и назначения. Включим обратно и подождем, пока он обменяется маршрутной информацией. Теперь имитируем отказ в обслуживании Farm Switch 2 Сразу видно, что пакеты шли через него. Связь была восстановлена, но задержки слишком высокие. Задержки через фарм свитч второй значительно выше, чем через фарм свитч первый Что-то не в порядке Сделаем трассировку от ПК первого до 60.0.1.1 И определим участок в сети, на котором происходят наибольшие задержки Пакет прошел через SVI интерфейс 2.50 Пошел на 10.0.2.2, то есть на Core Switch 2 А дальше он пошел на Edge Router 2 Потом он пошел на провайдерский ASP Router 218.56.23.1 Потом пакет пошел на реальный физический домашний роутер 192.168.0.1 И дальше пакет пошел в интернет на внешний ресурс Вы знаете, что сейчас произошло? В нашей сети отсутствует конкретный маршрут до 60.0.1.0 Наша сеть не знает, как добраться до сети 60.0.1.0 Поэтому трафик был направлен по 8.0 дефолтному маршруту в интернет В результате этой команды мы пропинговали не наш 60.0.1.1 А какой-то неизвестный 60.0.1.1, находящийся в интернет Выяснить это помогла трассировка А что заставило ее сделать, так это слишком большие задержки при отправке и получении ICMP пакетов Остается выяснить, по какой причине в нашей локальной сети отсутствует конкретный маршрут до нашего DHCP сервера Посмотрим на корсвича втором Действительно, конкретный маршрут до 60.0.1.0 отсутствует А раз конкретный маршрут отсутствует, трафик до этой сети будет направляться по дефолтному маршруту в интернет Установлены ли соседские взаимоотношения по протоколу динамической маршрутизации ОСПФ между farm dist switch первым и DHCP роутером? Смотрим на farm distribution switch первым Соседство установлено с коркоммутатором первым ID 5555 И с коркоммутатором вторым ID 6666 А вот соседства с DHCP роутером 111111 нет Потому информация под сети 60.0.1.0, которая зародилась на DHCP сервер не распространяется Ведь farm dist switch 2, через который все и работал, сейчас отключен Вероятнее всего я забыл анонсировать сеть 20.0.1.0, через которую должно быть установлено соседство Проверим Анонс сети присутствует Однако сеть анонсирована неправильно А правильно ее нужно анонсировать следующим образом Уже если ты сделал такую маску, будь добр правильно указать под сеть Соседство было установлено Теперь если снова пропинговать То сразу видно что ICMP пакеты распространяются исключительно в пределах внутренней сети, поскольку задержки имеют стандартное значение И если сделать трассировку, то в этом можно будет наглядно убедиться Пакет пришел на 10.0.2.2, на core switch 2 и сразу на 10.0.15.1, на farm distribution коммутатор 1, поскольку конкретный маршрут до 60.0.1.0, который теперь появился в сети, является более приоритетным, чем дефолтный Теперь все работает исправно Вернем farm dist switch 2 в исправное состояние Снова отключаем первый Таблица маршрутизации была перестроена и связь восстановлена Поменяем их местами Связь восстановилась Подводя итог, можно сказать, что отказоустойчивость работает на всех трех уровнях Она работает на границе предприятия Работает на уровне ядра И работает на уровне распределения Кроме того, проверка отказоустойчивости позволила выявить проблемы сети Которые в настоящий момент были исправлены Для того, чтобы переключение между коммутаторами и роутерами в амортизируемой части сети происходило быстрее Нужно подстроить таймер протокола динамической маршрутизации Напомню, что в OSPF HelloInterval по умолчанию равен 10 секундам А DeadInterval равен 40 секундам При таком значении таймеров OSPF позволяет сети потерять 4 HelloPacket подряд После чего сосед будет признан недействительным И таблица маршрутизации будет перестроена Если значение DeadInterval снизить с 40 до 20 секунд Это будет означать, что таблица маршрутизации будет перестраиваться Сразу после того, как сеть потеряет 2 HelloPacket Сосед будет быстрее помечаться как недействительный Таблица маршрутизации будет быстрее перестраиваться В результате чего переключение между роутерами или теми же коркоммутаторами будет происходить быстрее Для изменения таймеров нужно зайти на каждый интерфейс Поэтому удобнее воспользоваться функцией Range портов Interface Range FA 1.0-8 На интерфейсах применяем команду IPOSPF HelloInterval И устанавливаем значение в секундах После этого на этих же интерфейсах применяем команду IPOSPF DeadInterval И также указываем значение в секундах Эту процедуру необходимо произвести на всех интерфейсах всех устройств Поскольку если таймер между двумя устройствами не будет совпадать Например, на этом и этом интерфейсе соседства установлено не будет Какие значения таймеров установить В среде реального предприятия вы можете установить значения таймеров, которые я уже сказал А именно HelloInterval 10 секунд DeadInterval 20 секунд А можете сделать еще быстрее HelloInterval установить в 5 секунд, а DeadInterval установить в 10 секунд Или же еще быстрее HelloInterval в 1 секунду, а DeadInterval в 5 секунд Чем чаще вы будете посылать HelloPacket, тем сильнее сеть будет загружена служебным трафиком Но частая отправка HelloPacket позволит установить более низкий DeadInterval Тем самым обеспечив более высокую сходимость сети и более быструю реакцию на изменения топологии При этом, чем быстрее отправляются HelloPacket и чем меньше DeadInterval Тем больше требований предъявляется к качеству работы вашей сети Если вы выставить частую отправку HelloPacket и при этом небольшой DeadInterval То в случае, если ваша сеть теряет пакеты, такая конфигурация таймеров приведет к флаппингу сети Соседские взаимоотношения будут то устанавливаться, то снова теряться Сам маршруты будут перестраиваться туда-сюда и сеть откажут в обслуживании Потеря HelloPacket может быть вызвана, например, перегрузка сетевого оборудования трафиком от пользователей В случае, если вы выбрали оборудование, не рассчитанное под нагрузку вашего предприятия Также может быть вызвана обрывом некоторых жил витой пары Расшатанными портами и кабелями, обжатыми с нарушением технологии Методологию изменения таймеров для OSPF я вам напомнил Сам же я не буду изменять таймеры В тестовом проекте, который был развернут до записи видеокурса Dead Interval приходилось изменять наоборот в большую сторону, поскольку виртуальное оборудование работает медленно и теряет пакеты Соседские взаимоотношения периодически разрывались Сейчас, после переустановки хостовой операционной системы, в настоящий момент такой проблемы не наблюдается Но не исключено, что в дальнейшем с увеличением количества оборудования и сетевой нагрузки данная проблема снова себя не проявит Это что касалось маршрутизируемой части сети Касательно коммутируемой части сети, в HSRP, равно как и VRP и GLBP, также можно подстроить таймеры В HSRP HelloTimer равен 3 секундам, а HoldTimer 10 секундам Это означает, что стендбай-коммутатор будет брать на себя роль активного коммутатора, если в течение 10 секунд не получит HSRP HelloPacket Правила установки таймеров в коммутации аналогичны правилам маршрутизации В среде реального предприятия вы можете значение HelloTimer установить в 2 секунды, а значение HoldTimer установить в 5 секунд Тем самым вы обеспечите более быстрые реагирования и при этом позволите сети потерять один пакет То есть HSRP в течение 5 секунд должен будет выпустить два HelloPacket Одному пакету мы позволяем потеряться, списывая это на возможную нестабильную работу сети А вот если второй пакет так и не придет на соседний коммутатор Соседний коммутатор будет брать на себя роль активного коммутатора за соответствующий VLAN В тестовом же проекте приходилось увеличивать значение HoldTimer, поэтому здесь я лишь напомню, каким образом можно изменить их значения На Distribution Коммутаторе 1 заходим в Range SVI интерфейсов, на которых работает HSRP Он работает на SVI интерфейсах, поэтому заходим на Все Standby Timers Сначала указываем значение для HelloTimer Затем для HoldTimer А в оптимальных значениях я уже сказал Здесь взял числа из головы в качестве демонстрации После этого требуется установить аналогичное значение таймеров на втором Distribution Коммутаторе Как вы понимаете, для разных HSRP групп, а соответственно для разных SVI интерфейсов можно установить разное значение таймеров Если у вас возникнет такая задача На SVI интерфейсе VLAN 2 на обоих коммутаторах одно значение таймеров, а на SVI интерфейсе VLAN 3 на обоих коммутаторах другое значение таймеров На этом мы заканчиваем разговор об отказоустойчивости и переходим к следующей теме В построенной нами сети верхняя часть, начиная от Distribution Коммутаторов и заканчивая Edge роутерами, выполняет маршрутизацию Эта область выделена зеленым цветом, обозначена как L3 Начиная от нижней части дистрибьюшенов и заканчивая компьютерами конечных абонентов, наша сеть выполняет коммутацию Она выделена коричневым цветом и помечена как L2 Такая модель называется муштизация на Distribution Или в терминологии Cisco Switched Campus Architecture Это означает, что вот эти порты и все вышестоящие порты переведены в режим No Switch Port А эти порты и все ниже стоящие напротив переведены в режим Switch Port Муштизация на Distribution обладает следующими преимуществами Возможность построения end-to-end VLANs Посмотрим на два этих компьютера Оба компьютера находятся в одной и той же второй подсети В одном и том же втором VLANs Но при этом они подключены к разным аксесс-свечам Кадр из второй подсети, сформированный ПК-1, сможет пройти от этого До этого аксесс-свеча без использования муштизации Таким образом, идеология end-to-end VLANs заключается в том, что можно обеспечить L2-связанность для географически удаленных пользователей Один пользователь в одной комнате подключен к одному аксесс-свечу Другой пользователь в другой комнате подключен к другому аксесс-свечу При условии, что они находятся в одной подсети Если между двумя пользователями, подключенными к разным аксесс-свечам, предполагается передача большого количества трафика То использование такой схемы наиболее предпочтительно Поскольку мутация работает быстрее, чем муштизация Существует следующее правило Если 80% трафика должно передаваться внутри одного VLAN А 20% отправляться куда-либо еще, например, в другой VLAN или в интернет То необходимо использовать именно end-to-end VLANs И конфигурацию муштизации на distribution Одни и те же политики безопасности, QoS Могут быть применены к одним и тем же пользователям, независимо от их физического местоположения Если применить какую-либо политику безопасности или QoS на distribution-свечах по отношению ко второму VLAN То эта политика будет работать как для пользователя второго VLAN, подключенных к аксесс-свечу первому Так и для пользователя второго VLAN, подключенных к аксесс-свечу четвертому Поскольку это один тот же VLAN и одна и та же подсеть Возможность использования дешевых коммутаторов на аксесс L2 Plus без поддержки муштизации Поскольку на аксесс-коммутаторах задачи, связанные с муштизацией, отсутствуют На них происходит только коммутация Существует возможность приобрести самые простые и самые дешевые коммутаторы Которые будут базово работать с IP пакетами Поддерживать DHCP Snoopin, например Но маршрутизировать пакеты они не смогут Но у модели маршрутизации на distribution существуют и недостатки Широковещательные сообщения охватывают все коммутаторы Если пока первый, находящийся во втором VLAN, сформирует Широковещательный кадр, то такой кадр придет и на этот, и на этот Аксесс-свич А еще такой широковещательный кадр пройдет через два этих дистрибюшена Если аксесс-свичей больше, например 20, а суммарное количество пользователей Подключенных к ним составляет 960, то количество Широковещательного трафика может стать столько, что коммутируемая часть сети Потерпит снижение производительности Следующая проблема маршрутизации на distribution Необходимость использования Spanning 3 Поскольку здесь образуется петля, то для способности этой части сети Spanning 3 должен будет заблокировать один из портов Получается, что денежные средства были заплачены за два соединения А по факту используется только первое Второе запасное Кроме того, как мы уже знаем, если в определенном месте коммутируемой сети произойдет изменение Например, оборвется кабель, то в реализации PVST Plus Это приведет к блокированию всех интерфейсов на срок до 30 секунд и пересчету топологии Пользователь потеряет доступ к сети Кроме того, Spanning 3 может произойти сбой, который приведет к образованию петли и как следствие опять же потерю пользователями доступа к сети Но уже не на 30 секунд, а до момента, пока сетевой администратор не устранит проблему Усложненный troubleshooting В амортизации существует две основных причины, по которым трафик может не передаваться Либо нет маршрута, либо передача трафика ограничена access-листом В коммутации же причин, по которым трафик может не передаваться, значительно больше Проблемы с Spanning 3, проблемы с HSRP, неправильно настроенный транк Не создали какой-либо VLAN на транзитных свечах и другие осложнения Виду access-коммутатора переполнилась таблица MAC-адресов И он начал отправлять пакеты Unicast фладингом, что привело к перегрузке сети Дистрибьюшн-коммутаторы должны знать про все VLAN Если вы действительно планируете передавать трафик от одного VLAN между двумя удаленными друг от друга access-коммутаторами То, поскольку трафик этих VLAN будет передаваться через дистрибьюшн-коммутаторы, они должны знать про них Если у вас 500 VLAN, то вам придется создать 500 VLAN На каждом из дистрибьюшнов, так как VTP необходимо отключать в целях безопасности К слову сказать, 500 VLAN придется создавать так и так Ведь иначе не удастся организовать отказоустойчивость шлюза с использованием какого-либо протокола FHRP Или промашутизировать трафик между двумя разными VLAN-ами Альтернативным вариантом является модель маршутизации на access или в терминологии CISCO Routed Campus Architecture В этом случае маршутизация, которая обозначена зеленой зоной, расширяется в середине дистрибьюшн коммутаторов к access-коммутаторам Теперь все эти порты конфигурируются в режиме NoSwitchPort и на них назначаются IP-адреса Они работают в роутерном режиме В режиме SwitchPort находятся только эти порты Теперь размер коммутируемой части сети и размер шаговещательного домена ограничивается одним access-коммутатором Начнем с недостатков Эта модель позволяет создавать только локальные VLANы VLAN 2 на этом свече и VLAN 2 на этом свече Это совершенно два разных, никак не связанных друг с другом VLAN Обратите внимание, что этот компьютер находится во второй подсети А этот компьютер в восьмой подсети Несмотря на то, что оба компьютера подключены ко второму VLAN Что будет, если этому компьютеру назначить IP-адрес из той же подсети, в которой находится первый компьютер? В этом случае оба компьютера будут думать, что они будут отправлять друг другу информацию без использования основного шлюза То есть без маршрутизации ПК-1 сформирует широковещательный ARP-запрос Виде «Пожалуйста, скажите, какой MAC-адрес у компьютера с IP-адресом 192.168.24» И отправит этот запрос на access-switch в надежде на то, что тот его прокоммутирует Но access-switch не отправит этот широковещательный ARP-запрос в апплинг-порты Поскольку передача широковещательного кадра возможна только при коммутации А эти порты находятся в роутерном режиме В результате этого кадр не будет прокоммутирован дальше И ПК-4 никогда его не получит А следовательно, не сможет ответить ПК-1 Таким образом, несмотря на то, что обоим access-switch'ам подключены пользователи из одного и того же VLAN На самом деле они не связаны друг с другом L2-связью Не принадлежат к одному и тому же широковещательному домену А поэтому это совершенно два разных VLAN Это локальные VLAN Из этого текает еще одна проблема Пользователи принадлежат к одному широковещательному домену Только тогда, когда они подключены к одному и тому же коммутатору Если к одному и тому же access-switch'у будут подключены два компьютера из одного и того же VLAN То только в этом случае они будут принадлежать к одному и тому же широковещательному домену И иметь L2-связанность Это означает, что L2-связанность можно обеспечить только в пределах одного access-switch'а Исходя из этого, недостаток Local VLAN заключается в том, что обеспечить L2-связанность Для географически удаленных пользователей Один пользователь в одной комнате подключен к одному access-switch'у Другой пользователь в другой комнате подключен к другому access-switch'у Невозможно Чтобы они все-таки смогли передать друг другу информацию Придется использовать маршетизацию, которая медленнее, чем коммутация Поэтому, если планируется передача большого объема трафика между двумя access-switch'ами То идея использовать локальные VLAN не самая подходящая Напомню правило Если 80% трафика должно передаваться в пределах одного VLAN А 20% отправляться за его пределы, например, другой VLAN или интернет То необходимо использовать end-to-end VLAN Если, наоборот, 80% трафика нужно отправлять за пределы своего VLAN А только 20% внутри Local VLAN – хорошее решение Также стоит отметить, что некоторое программное обеспечение Для своей работы требует L2-связь между двумя устройствами Поэтому, если в вашей организации такое ПО существует И вы его подключаете к двум разным access-коммутаторам Вам придется использовать модель маршетизации на distribution И end-to-end VLAN Давайте вернемся к ситуации При которой пользователь, подключенный к разным access-коммутаторам Находится в одной IP подсети Что еще произойдет, помимо того Что два компьютера не смогут передать друг другу данные Без использования основного шлюза Этот distribution switch в своей таблице муштизации будет видеть Что добраться до сети 192.168.2.0 можно и так И так Поэтому он будет выполнять балансировку трафика по двум этим направлениям Представим ситуацию, что из интернета приходит пакет В котором в качестве IP назначения указан адрес 192.168.2.2 Пакет приходит на distribution switch И он решает направить его в эту сторону Но в этой стороне нет никакого 192.168.2.2 Поэтому пакет потеряется В следующий раз distribution switch направит пакет в правильную сторону И тот дойдет до получателя Но в третий раз опять будет направлен в неверную сторону Если выполнить пинг одного из компьютеров То ответы будут приходить раз через раз Из этого появляется еще одно правило При использовании модели с муштизацией на access На двух разных access-коммутаторах Подсети пересекаться не должны На этом коммутаторе должен быть один набор подсетей На этом коммутаторе другой набор подсетей На третьем – третий Третьим недостатком представленной модели Является необходимость использования дорогих коммутаторов На access L3 С поддержкой муштизации L3 коммутаторы с полноценной поддержкой муштизации Дороже, чем коммутаторы L2 Plus без ее поддержки Поскольку теперь от access коммутаторов требуется не только коммутация Но и муштизация И при этом такого оборудования на уровне доступа По сравнению с другими уровнями наибольшее количество Стоимость построения всей сети в целом Значительно возрастает Четвертый недостаток заключается в том, что Одни и те же политики безопасности Cues не могут быть применены к одним и тем же пользователям Независимо от их физического местоположения Напомню, как это было в случае с end-to-end виланами На дистрибьюшн коммутаторе можно было установить Определенную политику для пользователя во втором вилане Когда пользователь подключался к первому access коммутатору На него были применены все политики для второго вилана Если через некоторое время пользователь изменил свое рабочее место Перешел, например, в другую комнату и подключился к другому access коммутатору То он попадал в тот же самый вилан В ту же самую подсеть И на него применялись те же самые политики Теперь, когда вилан локальный И если пользователь изменит свою локацию и подключится к другому коммутатору Поскольку подсеть будет другая Другой вилан Для этого пользователям придется прописывать новую политику Можно подумать, что Модель моштизации на access хуже, чем Модель моштизации на дистрибьюшн Однако это не так В модели моштизации на access отсутствует необходимость использования Spanning 3 Да, у нас по-прежнему каждый access свитч соединен двумя проводами с дистрибьюшн свитчами И здесь все так же образуется петля Но на самом деле это петля на уровне соединений А по факту на логическом уровне петли нет Такое происходит потому, что принцип моштизации Значительно отличается от принципов коммутации Если при коммутации кадр бесконтрольно перемещался из порта в порт Пока не придет в место назначения А если образуется петля, то кадр перемещается внутри этой петли до бесконечности То в случае с моштизацией IP пакет просто так не отправляется В случае моштизации IP пакет идет строго по определенному маршруту Объясню более детально Что происходит в случае коммутации Представим, что сеть была только что включена И MAC таблица коммутаторов пуста ПК1 формирует IP пакет вложенный в кадр и отправляет его на коммутатор Поскольку коммутатор таблицы MAC адресов пуста IP пакет отправляется в этот и этот интерфейс Затем от Дистрибюшн свист направляет IP пакет сюда А от Дистрибюшн свист направляет IP пакет Аксес коммутатор снова направляет один пакет сюда, другой пакет сюда. В результате получается, что в петле IP-пакет перемещается до бесконечности. Полученные с этой стороны по часовой, а полученные с этой стороны против часовой стрелки. Что же происходит при муштизации? ПК-1 формирует IP-пакет, вложенный в кадр, и отправляет его на коммутатор. В кадре в качестве MAC-адреса назначение на записанном MAC-адреса этого аксесс-свича, поскольку он является основным шлюзом для ПК-1. Как только такой IP-пакет, вложенный в кадр, придет на коммутатор, выполняющий муштизацию, он сразу же попадет в движок муштизации и будет отправлен на основании заданного маршрута либо сюда, либо сюда. Притом, в качестве MAC-получателя в кадре теперь будет стоять MAC-адрес дистрибьюшн коммутатора, поскольку при муштизации Ethernet заголовок изменяется. Когда IP-пакет, вложенный в кадр, придет на дистрибьюшн коммутатора, то поскольку этот кадр предназначается именно для него, он не будет рассылать его во все интерфейсы. Он снова попадет в движок муштизации и будет отправлен либо дальше, через вышестоящее оборудование, либо к конечному абоненту, подключенному к другому ниже стоящему аксесс-коммутатору. Из-за того, что IP-пакет направляется по строго заданному маршруту, а не во все стороны, он никогда не попадет в коммутационную петлю. Безусловно, бывают петли муштизации, но они возникают, если неправильно настроены маршруты. Если неграмотно настроена суммаризация, а при коммутации петли возникает просто потому, что она так устроена, кадры бесконтрольно перемещаются по сети, пока не достигнут конечной точки. Поскольку необходимость в использовании Spanning 3 отсутствует, то страницы все связаны с использованием этой технологии проблемы. Теперь, поскольку петли нет, работают сразу два оплаченных соединения. Трафик балансируется между ними. Уходит проблема с пересчетом топологии Spanning 3 и блокировкой портов на срок до 30 секунд. Также облегчается использование мультивендорных конфигураций, когда, например, дистрибьюшн коммутатор от компании CISCO, а аксесс коммутатор от компании Microtik. В случае с коммутацией пришлось бы либо отказываться от Spanning 3, работающего поверх транков, либо разбираться с MST, так как никакой другой оборудник, кроме CISCO, не поддерживает реализацию PVST+, работающего поверх транков. В случае с маршрутизацией вы просто отказоустойчиво соединяете все свечи между собой, и петель не возникает. Spanning 3 останется на страже, лишь со стороны конечных абонентов. На случай, если кто-нибудь, используя патч-корд, замкнет два порта коммутатора. Облегченный troubleshooting. Как ранее я уже сказал, в муштизации существует две основных причины, по которым трафик может не передаваться. Либо нет маршрута, либо передача трафика ограничена аксесс-листом, поэтому выполнить поиск неисправности значительно легче. В модели муштизации на аксесс уходят всевозможные проблемы, связанные с транками, Suspening 3 и даже протоколы резервирования первого перехода, такие как HSRP. Здесь отсутствует. Да и в целом локализовать проблему при муштизации значительно легче, чем при коммутации. Если в сети возникает неисправность, посмотрев таблицу муштизации, можно определить конкретный участок. Соединение от интерфейса до интерфейса, на котором возникла проблема. Например, отсутствует маршрут, либо у него большая метрика. Если же размер коммутируемого домена составляет весь аксесс, весь дистрибьюшн и еще половина кор-уровня, то локализовать участок, на котором возникла проблема, будет крайне тяжело. Так происходит потому, что при муштизации направление трафика вполне предсказуемо, в то время как при коммутации нет. Вилан на дистрибьюшн коммутаторов также создавать не нужно, поскольку дальше одного аксесс свеча информация о них не передается, они локальные. Broadcast, равно как и Multcast, сообщения распространяются только в пределах одного аксесс-коммутатора. Шаговещательный кадр, сгенерированный ПК-1, может быть отправлен только второму компьютеру в том же самом Вилане, подключенного к тому же самому свечу. Он никогда не пойдет дальше через роутерные порты, поскольку для того, чтобы кадр мог пройти через роутерный порт, он должен пройти через движок муштизации. А в движок муштизации кадр попадает только тогда и только тогда, когда ПК-1 пошлет кадр на MAC-адрес основного шлюза, то есть на собственный MAC-адрес аксесс-коммутатора. По этой причине проблема большого количества широкопрещательного трафика и снижения производительности сети также полностью уходит. Сейчас мы построим схему смуртизации на Аксесс, посмотрим на практике, как она работает, а затем определим наилучшую модель. Модель смуртизации на Аксесс мы будем строить в другом лабораторном проекте. Сейчас вам нужно выключить все устройства, я уже это сделал, и нажать на Close Lab. Routed. Campus. Architecture. Здесь нам снова предстоит построить уровень Edge, уровень Core, уровень Distribution и уровень Axis. Для Edge роутеров будет использоваться все тот же образ C7200. Раньше роутеры были зелеными, сейчас они отображаются как синие. Возможно, это связано с тем, что браузер Google Chrome обновился. Для Core и Distribution по-прежнему будет использоваться образ C3725, со свечовым модулем EtherSwitch. Для того, чтобы удалить сразу несколько устройств на панели инструмента, выбираем Free Select, выделяем, и правой кнопкой мыши по любому из выделенных устройств удаляем. Добавим выход в интернет. Линии связи со стороны коммутаторов подключаем сразу к свечовым интерфейсам. Настройка на уровнях Edge, Core и Distribution ничем не отличается от сети, которую мы построили. Поэтому настройку я произведу за кадром, а вот Axis уровень мы построим вместе с вами. Закончил настройку. Просто назначил IP-адреса на интерфейсы, назначил роутер ID, и на всех коммутаторах анонсировал сеть 10.0.0.0 по 0.0.255.255 в нулевой регион OSPF. Пришло время подключить уровень доступа, и с этого момента начинаются различия в конфигурации. В роли аксесс-коммутатора будет выступать все та же прошивка C3725 с модулем EtherSwitch Но если ранее мы выбирали для него изображение свитча, чтобы он выглядел как свитч L2+, без поддержки муштизации То теперь для него выберем изображение мультилейр свитча И это будет означать, что теперь аксесс-свитч поддерживает муштизацию Таких коммутаторов потребуется 4 штуки Поэтому добавим еще 3 Из-за того, что аксесс-устройство выглядит теперь как мультилейр коммутатора Все уровни сливаются друг с другом Чтобы уровни сети было легче различить визуально, я дополнительно подписал каждый из них К каждому аксесс-свитчу будет подключено 2 конечных абонента Поэтому потребуется добавить 8 virtual PC Далее нужно продолжить разметку IP-адресации Если раньше в модели муштизации на дистрибьюшн вся эта часть была коммутируемой А потому на ней не было IP-адресов То теперь вся эта часть становится муштизируемой Поэтому и здесь тоже нужны IP-адреса По факту получается, что такое понятие, как коммутируемая часть сети уходит в небытие На самом деле коммутируемая часть сети теперь представлена соединением от компьютера пользователя до акса-свитча А таким соединением можно пренебречь Именно поэтому можно сказать, что теперь вся сеть муштизируемая Прямое соединение между двумя дистрибьюшнами также становится L3 Поэтому на интерфейсы также нужно назначить IP-адреса Здесь было бы неплохо проложить два провода Но поскольку L3 Ether Channel не поддерживается, прокладываем только один Поскольку я подключил аксесс-коммутаторы к дистрибьюшн-коммутаторам в то время, как они были включены Я их выключу и запущу заново вместе с аксесс-коммутаторами Можно было бы дать команду Start all nodes Те, что уже были включены, не изменили бы свое состояние А вот те, которые были выключены, включились Покажу базовую настройку аксесс-свитча, пока никак не связанную с обслуживанием конечных абонентов Переходим к первому интерфейсу Appling Переводим в роутерный режим NoSwitchPort и назначаем IP-адрес Аналогично проделываем и со вторым Appling интерфейсом Еще забыл разметить роутеры ID, поскольку они также должны входить в состав USPF Анонсируем две сети, находящихся на Appling интерфейсах в нулевой регион USPF Быстрые команды Как видите, базовая настройка аксесс-коммутатора ничем не отличается от настройки того же Distribution или Core Аналогичным образом настраиваем и все другие аксесс-коммутаторы Аксесс-коммутаторы настроили, теперь необходимо назначить IP-адреса на нижний интерфейс и Distribution Верхний интерфейс я настроил за кадром в самом начале Между Distribution и Аксесс-коммутаторами были установлены соседские взаимоотношения по OSPF Поскольку ранее на Distribution коммутаторов я уже применял команду Network 10000-00255-255, чтобы установить отношения с Core-коммутаторами Пришло время виланов Разметим виланы и адресацию конечных абонентов Пока 1 будет находиться во 2-ом вилане, IP-адрес у него будет 192.168.22 Пока 2 также будет находиться во 2-ом вилане, IP-адрес у него будет 2.3 Также вилан 2-ой будет находиться на каком-нибудь другом коммутаторе, пускай на последнем, и IP-адрес у него будет из другой подсети В этом видеокурсе мы работаем преимущественно с 24-й маской Если я меняю 3-й октет, значит я меняю и подсеть Пускай будет 15-й подсети Здесь сделаем третий VLAN IP-адрес у него будет 3.2 А здесь будет компьютер в четвертом VLAN Здесь сделаем пятый VLAN 5.2 А для ПК-5 пока не будем назначать VLAN Сейчас я настрою конечные компьютеры Зададим им IP-адресы и основные шлюзы В использовании DHCP нет необходимости Удобнее будет настроить компьютеры вручную Касательно основных шлюзов Если у компьютера IP-адрес 192.168.2.2 То шлюз 2.1 Если у компьютера IP-адрес 3.2 То шлюз 3.1 Затем будут шлюзы 4.1, 5.1 и 15.1 И так далее Я забыл обозначить ПК-7 Пускай он тоже входит в состав четвертого VLAN Но находиться будет в другой подсети Перемещу его на третий коммутатор Теперь самое основное и самое интересное Взаимодействие VLAN с основными шлюзами Каким образом это все реализовать И по какому принципу будут работать эти механизмы В модели маршрутизации на дистрибьюшн В качестве основных шлюзов выступали дистрибьюшн коммутаторы Так происходило потому, что именно на них Осуществлялся переход от коммутируемой к маршрутизируемой части сети Одной своей частью они смотрелись в сторону коммутируемой сети Другой своей частью в сторону маршрутизируемой сети Здесь же в роли основных шлюзов будут выступать аксесс-коммутаторы Поскольку переход от так называемой коммутируемой части сети То есть от конечных абонентов к маршрутизируемой части сети Осуществляют именно они Аксесс-свич первый Конфтер Для того, чтобы аксесс-коммутатор начал работать как основной шлюз, то есть принимать кадр от конечного абонента, проводить его через движок муштизации и на основании таблицы муштизации выпускать через роутерные порты, нужно сделать виртуальный SVA-интерфейс int.vlan2 и назначить на него IP-адрес основного шлюза, IP-адрес 292.168.2.1. NoShot В части настройки SVA-интерфейса больше ничего не требуется, необходимость в использовании HSRP отсутствует. Все, что осталось сделать, это закрепить VLAN за интерфейсом, к которому подключен конечный пользователь. У нас за двумя интерфейсами должен быть закреплен один и тот же VLAN, поэтому переходим в рейндж этих интерфейсов. SwitchPortModAccess SwitchPortAccessVLAN2 После этого канальный протокол SVA-интерфейса VLAN2 перешел в состояние App. С ПК-1 пробуем получить доступ к основному шлюзу. ПК-2 также может получить доступ к основному шлюзу. Разберем более подробный механизм перехода от конечного абонента к муштизируемой части сети. На аксесс-коммутаторе нами был сделан интерфейс VLAN2, на который был назначен IP-адрес основного шлюза. Физическому интерфейсу, к которому подключается пользователь, также был присвоен VLAN с номером 2. Когда ПК-1 формирует кадр с вложенным IP-пакетом, отправляет его на MAC-адрес со своего основного шлюза, этот кадр придет на интерфейс FastEthernet1.2. Поскольку интерфейсу FastEthernet1.2 присвоен VLAN номер 2, этот кадр автоматически будет передан на виртуальный SVA-интерфейс VLAN2, который выполнит муштизацию. Снимет Ethernet заголовок, добавит новый, посмотрит на IP-назначение, обратится к таблице муштизации и отправит пакет либо по этому, либо по этому пути на вышестоящее оборудование. Предлагаю сразу выйти в интернет, а затем настроить другие коммутаторы. На джоутере мне осталось настроить только NAT. Сам роутер выход в интернет имеет. И теперь, если посмотреть на таблицу муштизации Аксесс-свича, то сам Аксесс-свич имеет дефолтный маршрут в интернет. Он будет выполнять балансировку и направлять трафик либо по этому каналу, либо по этому каналу. При этом эта петля не опасна, поскольку эта муштизация и HSRP не нужен, потому что вместо него работает OSPF, позволяющий выполнить балансировку между маршрутами равной стоимости. Если второй дистрибьюшн-свич погибнет, останется маршрут через дистрибьюшн-свич первый и наоборот. Если сейчас попытаться выйти в интернет, то сделать это не получится. Для того, чтобы установить связь, необходимо в OSPF анонсировать подсеть 192.168.2.0, которая зародилась на SVA-интерфейсе VLAN 2. Но кроме этого, необходимо выполнить еще одно действие. Если у вас будет не роутер, замаскированный под коммутатора, как в нашем случае, а настоящий коммутатор с поддержкой муштизации, например Cisco Catalyst, то вам еще нужно будет применить команду IP Routing. Без этой команды коммутатор не будет работать в режиме муштизатора. На нем можно будет сделать роутерные порты, но муштизировать трафик он не будет. На его SVA-интерфейс будет приходить кадр с вложенным IP-пакетом, но дальше он с ним ничего делать не будет. Здесь эта команда не требуется, так как на самом деле это роутеры, они муштизируют трафик по умолчанию. Комманду IP Routing вам также нужно будет применить на дистрибьюшн-свичах, если вы выберете модель с муштизацией на дистрибьюшн. В настоящий момент переход конечных пользователей к муштизируемой части сети обеспечен и исправно работает. Второй компьютер также работает. В пределах одного и того же аксесс-коммутатора мы можем передавать трафик и без использования муштизации, при условии, что оба компьютера находятся в одном и том же Вилане. Это как раз наш случай. Пинг, стоимость 2.168.2.2. ПК-2 по L2 связи смог обратиться к ПК-1, направил кадр непосредственно на MAC-адрес ПК-1, который дошел до ПК-1 без изменений. Вот эта дуга и будет являться широковещательным доменом второго Вилана. Продолжим настройку аксесс-коммутаторов. Аксесс-коммутатор второй чуть сложнее, поскольку у него два разных Вилана. На нем потребуется создать два SVA-интерфейса. IntVilan3. Обратите внимание, что номер SVA-интерфейса должен совпадать с номером Вилана, который мы присвоим физическому порту. На SVA-интерфейс Вилан3 назначаем IP, который будет являться основным шлюзом для пользователей третьего Вилана. А на SVA-интерфейс Вилан4 назначим IP, который будет являться основным шлюзом для пользователей Вилана4. Закрепляем Вилан за физическими интерфейсами, к которым подключены конечные абоненты. Анонсируем третью и четвертую подсеть в OSPF одной общей командой. Если бы это был реальный свитч, мы бы написали команду IP-Routing. Проверяем. Основные шлюзы отрабатывают корректно. Мы также можем из третьего Вилана обратиться в четвертый Вилан, из третьей подсети обратиться в четвертую подсеть. Поскольку ПК-3 и ПК-4 канальными соседями не являются, доступ между двумя Виланами и между двумя подсетями осуществляется с помощью InterVilan Routing, выполняющейся на этом же Аксесс-свиче. Здесь опять же будет Вилан четвертый в другой подсети. Третий Аксесс-коммутатор настроен. Обратите внимание на два этих компьютера. Если бы это была бы модель с муштизацией на Distribution, когда половина сети коммутируемая, то ПК-4, находящийся в четвертом Вилане, мог бы использовать шоковещательный кадр, например, ARP, обратиться к ПК-5, который также находится в четвертом Вилане, но при этом подключен к другому Аксесс-коммутатору. При этом ПК-5 находился бы в той же самой подсети, что и ПК-4, а именно 192.168.4. И у этих двух компьютеров, подключенных к двум разным Аксесс-коммутаторам, но находящихся в одинаковых Виланах и подсетях, была бы L2-связанность. L2-связанность – это когда один компьютер может отправить кадр другому компьютеру, и такой кадр дойдет без изменений, то есть Ethernet заголовок не будет изменен. Объясню еще раз, что происходит в случае, если вся эта часть коммутируемая. ПК-4 с четвертого Вилана обращался бы к своему канальному соседу ПК-5, находящемуся также в четвертом Вилане. В качестве MAC назначения в таком кадре был бы указан сразу же MAC адрес ПК-5. При этом кадр от ПК-4 был бы протегирован меткой четвертого Вилана и отправлен по этому транку. Эта линия была бы транком. Кадр дошел бы до дистрибьюшн-свича, и в неизменном виде опять же по транку был бы направлен на аксесс-свич 3, после чего метка с кадра была бы удалена, и кадр был бы доставлен на ПК-5. Однако, здесь модель с маршрутизацией на аксесс. Между аксесс-свичами не проложены транки, между аксесс-свичами не передаются тегированные кадры, а потому четвертый Вилан здесь и четвертый Вилан здесь. Это совершенно два разных Вилана. При этом компьютеры находятся в разных подсетях. Когда кадр от ПК-4 приходит на аксесс-свич, то в качестве MAC назначения указан не MAC адрес ПК-5, а MAC адрес основного шлюза. Когда такой кадр доходит до аксесс-коммутатора, то никакая метка на кадр не проставляется, а наоборот, заголовок кадра уничтожается и заменяется новым заголовком, в котором в качестве MAC назначения будет указан MAC адрес интерфейса этого дистрибьюшн-коммутатора. Когда такой кадр дойдет до дистрибьюшн-коммутатора, заголовок кадра снова будет уничтожен и создан новый, и в качестве MAC назначения в нем будет указан MAC интерфейса этого аксесс-коммутатора. Когда этот кадр дойдет до аксесс-коммутатора с заголовок, кадр снова уничтожится и заменится новым, в качестве Mac-а назначения которого, наконец, будет стоять Mac-адрес компьютера ПК-5 В случае с марштизацией кадр все время изменяется в процессе передачи Ну а IP-пакет, который вложен в этот кадр, остается без изменений, если, конечно, на его пути не встречается NAT, а здесь NATа нет На экране открыта консоль, принадлежащая компьютеру ПК-4 Если сейчас пропинговать компьютер ПК-5, который также находится в четвертом Вилане, но уже на другом аксесс-коммутаторе и совершенно другой подсети То связь будет установлена, но это будет самой обычной марштизацией между подсетями Аналогичная ситуация и с двумя этими компьютерами Вилан второй здесь и Вилан второй здесь Это совершенно два разных Вилана, так как метка Вилана не передается и компьютер находится в разных подсетях В модели машетизации на аксесс обеспечить L2 связность между двумя одинаковыми Виланами и двумя одинаковыми подсетями Можно только если два Вилана находятся исключительно на одном и том же коммутаторе Как в случае с аксесс-свечом первым, но никак не между разными аксесс-свечами Мне осталось настроить последний аксесс-коммутатор Немного отвлекусь от темы Обратите внимание, что когда я закрепил Вилан за интерфейсом, появилось информирование о том, что был создан Вилан 2 На некоторых моделях коммутаторов подобный механизм отсутствует Если вы закрепите какой-либо Вилан за интерфейсом, на самом коммутаторе он создан не будет В этом случае Вилан нужно будет создать вручную, либо командой Вилан 2 Либо зайти в базу данных Виланов Из экзек-режима и создать второй Вилан И выйти Вилан также будет создан С ПК-8 можно также обратиться к компьютеру, находящемуся во втором Вилане И в этом случае также будет использован основной шлюз и марштизация Поскольку в случае марштизации трафик пойдет вполне предсказуемым путем Мы можем выяснить маршрут, по которому пакет от ПК-8 будет доставлен на ПК-2 На коммутаторе Аксес-4 применяем команду showiproot После просмотра таблицы становится понятно, что до второй подсети пакет будет направлен либо на 10.0.18.2 Либо на 10.0.17.2 То есть через два дистрибьюшена Если посмотреть на одном из дистрибьюшенов То до второй подсети он будет добираться одним-единственным маршрутом через 10.0.11.2 Если посмотреть на коммутаторе Аксес-1 То там будет написано, что сеть 192.168.2.0 напрямую подключена к Вилану второму Коммутатор Аксес-1 будет знать, что если ему пришел IP-пакет, в котором указана подсеть 192.168.2.0 То поскольку у него эта сеть создана на его интерфейсе Вилан-2 Он с помощью ERP выяснит канальный MAC-адрес для IP-адреса, указанного в пакете И через коммутируемый порт, за которым закреплен второй Вилан, отправит этот кадр конечному пользователю То, как в настоящий момент расположены Виланы и распределены подсети, является правильной конфигурацией Пользители принадлежат одному и тому же широковещательному домену Только если они подключены к одному и тому же Аксес-коммутатору Вилан-2 здесь и Вилан-2 здесь Это одинаковые Виланы, так как они подключены к одному и тому же коммутатору Вторые Виланы здесь и второй Вилан здесь Это разные Виланы, так как они находятся на разных коммутаторах Сейчас я продемонстрирую неправильное распределение виланов и подсетей в целях обучения. Пускай ПК-7 будет в третьем вилане, при этом он будет находиться в той же подсети, что и ПК-3. Этим я нарушаю правила, гласящие о том, что амортизации на аксесс IP-подсети не должны пересекаться на разных коммутаторах. Тот 3.2, а этот 3.3. Осталось настроить аксесс-коммутатор. Шлюз будет 3.5. Теперь посмотрим на Distribution Switch 1. Раньше Distribution Switch 1 четко знал, что если ему придет IP-пакет для сети назначения 192.168.3.0, он направит этот пакет исключительно на Аксесс-свич 2. На 10.0.13.2. Исключительно в эту сторону. Что же теперь случилось с маршрутом до третьей подсети? Теперь у Distribution Switch появилось два маршрута. Либо действительно через Аксесс-свич 2, либо через Аксесс-свич 4. Сейчас с Эдж роутера я отправлю пакет на компьютер с IP-адресом 192.168.3.2. Данный пакет придет, к примеру, на Distribution Switch 1. А Distribution Switch 1 возьмет и отправит этот пакет на Аксесс-свич 4. Что произойдет? Пакет потеряется, потому что к Аксесс-свичу 4 компьютер с IP-адресом 192.168.3.2 не подключен. Он подключен к совершенно другому Аксесс-коммутатору. В зависимости от правил балансировки по маршрутам равной стоимости, второй пакет от Эдж роутеров все-таки будет отправлен в эту сторону первым, Distribution Switch, и тогда он дойдет до получателя. Но третий пакет опять же будет направлен по тупиковому маршруту и снова не дойдет. Если мы говорим про ICMP, то на Эдж роутере мы увидим ответы раз через раз. В целях уменьшения количества возможных балансировок отключим некоторое оборудование. Переходим на Эдж роутер, неважно на какой, и выполняем трассировку до 192.168.3.2. Мы видим, что пакет дошел. Выполним вторую трассировку. Пакет дошел. Третью трассировку. Пакет дошел. Если выполнить пинг, то во всех случаях пакет доходит. Может показаться, что никакой проблемы нет. Однако это не так. Ранее я уже упоминал о том, что балансировка между маршрутами равной стоимости происходит на основании правил механизма Cisco Express Forwarding. По умолчанию цех балансирует не по пакетам, четные право, нечетные налево, а по IP-источнику и назначение. Поскольку в нашем случае IP-адрес Эдж роутера и IP-адрес компьютера назначения все время один и тот же, трафик идет все время по одному и тому же маршруту. В данном случае было выбрано верное направление, и ICMP достигают компьютера-получателя. В реальной сети эта проблема сразу бы себя проявила, поскольку IP-адресов назначения, то есть компьютеров третьей подсети и IP-адресов источника, например, серверов, было бы значительно больше. Для того, чтобы увидеть проблему только при одном адресе источника и одном адресе назначения, следует отключить Ceph на дистрибьюшн свече первым. Тогда балансировка будет осуществляться попакетно. Первый пакет направо, второй пакет налево. Ну а IP-Ceph? Теперь выполняем пинг с Edge роутера. Как видите, ответы приходят раз через раз. Один пакет идет на Axis Switch 2 и достигает получателя. Второй пакет идет на Axis Switch 4 и пропадает. Так что проблема существует, но она скрыта за CEF, и в виртуальной лабораторной среде себя не проявляет из-за малого количества адресов источника и назначения. Если же смоделировать такую ситуацию в Cisco Pocket Tracer, то CEF там не поддерживается. Поэтому подобная проблема сразу же станет очевидной. Вернем CEF обратно. Для того, чтобы увидеть проблему с включенным CEF, достаточно просто обратиться в интернет на разные IP-адреса. Поскольку DNS на этом компьютере не указан, сделаем следующим образом. Допустим, у Mail.ru такой IP-адрес. Mail.ru пингуется. Попробуем попинговать Google. А вот Google не пингует. ICMP-запрос доходит до Google, и Google отвечает, меняя IP-источника и назначения местами. И поскольку у Google IP-источника 8.8.8.8 отличается от Mail.ru, CEF на дистрибьюшн-коммутаторе принимает решение направить ответный пакет на Аксосвитч 4, и пакет пропадает. Попробуем следующий. Ответ от этого ресурса был направлен дистрибьюшном на Аксосвитч 2, поэтому связь установилась. А ответ от этого IP-источника снова был направлен на Аксосвитч 4, и поэтому снова не работает. В случае же с моделью муштизации на дистрибьюшн, такой проблемы не возникает. Возможность создания двух одинаковых подсетей на разных Аксосвитч 3, а соответственно End-to-End VLAN не является основным ее преимуществом. В модели муштизации на дистрибьюшн, пакет для четвертой подсети приходит на дистрибьюшн-коммутатор, и дальше распространяется по правилам коммутации. От дистрибьюшн-коммутатора кадр направляется непосредственно на Mac-атрес получателя. Чтобы выяснить Mac-адрес получателя, дистрибьюшн-коммутатора направляет широковещательный IRP-запрос сразу во все коммутируемые интерфейсы. В коммутируемой сети может распространяться множество копий одного и того же кадра. Когда одна из копий IRP-запроса дойдет до нужного компьютера, тот ответит своим Mac-ом. В результате дистрибьюшн-свитч будет точно знать, в какой коммутируемый порт отправить ранее полученный для четвертой подсети IP-пакет. Но даже если из-за переполнения таблицы Mac-адресов он знать этого не будет, он направит кадры с IP-пакетом для третьей подсети вообще во все интерфейсы, образуя множество копий кадров. В результате, в конце концов, один из кадров придет на нужный компьютер, а не целевые компьютеры проигнорируют остальные копии кадров. Простыми словами, в маршрутизации IP-пакет направляется по четко заданным маршрутам, а в коммутации в некоторых случаях создается множество копий даже юникастовых кадров, и одна из копий, в конце концов, придет в нужное место. Потому и трудно предсказать путь прохождения трафика в коммутируемой сети. Какую же модель выбрать? Модель с маршрутизацией на Аксес, она же Routed Campus Architecture, или модель с маршрутизацией на Дистрибьюшн, она же Switched Campus Architecture. Модель с маршрутизацией на Дистрибьюшн считается устаревшей. Cisco официально рекомендует избегать построения таких сетей. Подобные рекомендации не лишены оснований, ведь чем меньше размер коммутируемого домена, тем лучше. Об этом мы уже говорили. Облегченный troubleshooting, отсутствие Spanning 3 и HSRP, высокая сходимость сети и повышенная стабильность работы. Однако модель с маршрутизацией на Аксес требует установки более дорогих Аксес-коммутаторов и поддерживает только локальные Виланы. Исходя из этого выбирайте модель, исходя из задачи и финансовых возможностей вашего предприятия. Если у вас нет необходимости передавать L2 трафик между разными Аксес-свичами, и при этом предприятие располагает необходимым бюджетом, модель маршрутизации на Аксес – ваш выбор. Сеть будет работать стабильнее и сходиться быстрее, а поиск неисправности займет наименьшее количество времени. Если же у вас есть программное обеспечение, требующее связи на уровне L2 и при этом одинаковые подсети, а следовательно и Виланы должны находиться на разных Аксес-коммутаторах. Выбирайте модель с маршрутизацией на Distribution. Модель с маршрутизацией на Distribution также стоит выбрать, если 80% трафика предполагается передавать в пределах одного Вилан и одной подсети, находящейся на разных коммутаторах. Но при этом разговор про аккумутируемую и маршрутизируемую часть сети не завершен. Рассмотренные модели можно комбинировать. Наша большая корпоративная сеть состоит из двух Distribution-блоков. Блок серверной фермы не считаем. Как правило, Distribution-блок располагается в пределах одного здания. Можно представить, что здесь первое здание, а здесь второе здание. Внутри первого здания, внутри первого Distribution-блока действует правило end-to-end Виланов, поскольку этот блок построен согласно модели маршрутизации на Distribution. Внутри второго здания, внутри второго Distribution-блока все аналогично. Действует правило end-to-end Виланов, и Distribution-блок тоже построен согласно модели маршрутизации на Distribution. Но поскольку эти два Distribution-блока соединяются через маршрутизируемое ядро, между ними действует правило локальных Виланов. Объясню более детально. В этом Distribution-блоке Вилан второй. Здесь и Вилан второй здесь. Это два одинаковых Вилана. Пользователи находятся в одинаковых подсетях и имеют L2-связанность друг с другом. В этом Distribution-блоке аналогично. Вилан второй здесь и Вилан второй здесь. Это два одинаковых Вилана. А вот между этими Distribution-блоками, Вилан второй здесь и Вилан второй здесь, это совершенно два разных Вилана. Из маршрутизируемого ядра два Distribution-блока не имеют L2-связи друг с другом. Поэтому пользователи второго VLAN в этом дистрибьюшн-блоке должны находиться в подсети, отличные от пользователей второго VLAN в этом дистрибьюшн-блоке. Если же в двух разных дистрибьюшн-блоках будет одна и та же подсеть, произойдет ситуация, которая ранее уже была рассмотрена. Коммутаторы ядра не будут знать, в какую сторону направить IP-пакет для того, чтобы он дошел до компьютера-получателя. Что делать, если требуется, чтобы L2-связанность была не только в пределах одного дистрибьюшн-блока, а вообще во всей сети, между двумя дистрибьюшн-блоками? Существует два варианта реализации. Первое, что приходит на ум, положить прямой провод между двумя дистрибьюшн-блоками. Тогда оба дистрибьюшн-блока будут представлять себе одну большую коммутируемую сеть. VLAN второй в этом дистрибьюшн-блоке и VLAN второй в этом дистрибьюшн-блоке будут иметь L2-связанность. Но в этом случае кадр, сформированный этим компьютером и предназначенный для этого компьютера, вместо того, чтобы пройти через арахическую структуру ядра, пойдет напрямую по этому проводу. Пропадает отказоустойчивость и распределение нагрузки, который обеспечивает иерархическую структуру ядра. Возникают проблемы, свойственные одноранговым сетям, поэтому такой метод подключения ни в коем случае применять нельзя. Второй вариант реализации, который позволит обеспечить L2-связанность между двумя дистрибьюшн-блоками, заключается в том, что половину ядра сделать коммутируемой. В нижней части интерфейсов кор-коммутаторов переводится в коммутируемый режим, а дистрибьюшн-блоков протягивают странки до ядра. На ядре запускается HSRP, и тогда два дистрибьюшн-блока входят в состав единого коммутируемого домена. Вилан второй здесь, и Вилан второй здесь, будет одним и тем же Виланом. Теперь, практически во всей сети начинают передаваться кадры в неизменном виде. Вся эта часть становится коммутируемой. Такой дизайн природит огромное количество проблем. Прежде всего, выполнить поиск неисправности в такой огромной коммутируемой сети будет крайне тяжело, так как трафик в коммутации идет непредсказуемым путем. Выяснить, на каком конкретном участке теряются кадры. От пользователя до Аксес, от Аксес до Дистрибьюшн, или от Дистрибьюшн до Кор, и на каких конкретных линиях связи не представится возможным в приемлемые сроки. Кроме крайне усложненного траблшютин, представьте дерево, какой величины придется построить Spanning 3 за каждый Вилан, для того, чтобы предотвратить возникновение петель. Насколько сильно будут загружены процессоры коммутаторов при расчете такой огромной Spanning 3 топологии. А если Spanning 3 даст сбой, то вообще вся сеть откажет в обслуживании. Все тысячи пользователей потеряют доступ к интернет, к серверам и друг к другу. Ну и последнее. Это огромное количество широковещательного трафика, которое охватит каждый компьютер, каждый коммутатор, каждую точку доступа и каждый IP-телефон во всей сети. Ведь это у нас суммарно 17 пользователей, а в реальной сети может быть от 600 до 1000 пользователей более. Особенно если у вас будет не два дистрибьюшн-блока, а скажем 4. В связи с этим дизайн коммутируемого ядра не является верным. Необходимо стремиться как можно больше сократить размер широковещательного домена. Какой же дизайн в таком случае является верным? Самым правильным дизайном является дизайн, при котором оба дистрибьюшн-блока будут построены согласно модели маршетизации на Аксес. В этом случае вся сеть будет маршетизируемой и размер широковещательного домена будет минимальным. Если же вам требуется обеспечить L2-связанность между двумя Виланами, находящимися на разных Аксес-коммутаторах, то допускается строить блоки по модели маршетизации на дистрибьюшн, а вот связывать дистрибьюшн-блоки между собой рационально только по маршетизируемым связям. Именно так в настоящий момент построена наша большая корпоративная сеть. Внутри зданий и внутри дистрибьюшн-блоков действуют правила маршетизации на дистрибьюшн, а между дистрибьюшн-блоками обеспечена L3-связь с помощью маршетизируемого ядра. Простыми словами можно сказать, что лучшее решение – это вообще не протягивать транки. Среднее решение – протягивать транки в пределах одного здания, как в этом проекте. И худшее решение – это протягивать транки между зданиями. В этом видеокурсе для построения большой корпоративной сети мы выбрали модель смортизации на дистрибьюшн для задач обучения. Нам необходимо консолидировать все полученные знания в первой части видеокурса в одном большом проекте. Если бы мы построили сеть смортизации на Аксесс, мы бы не смогли отработать HSRP в связке со Spanning 3, не вспоминали бы о существовании транков и VTP, не поработали бы с технологиями для ускорения сходимости Spanning 3 и не решили бы задачу, связанную с доступом к Аксесс-свичам по IP-адресу для цели удаленного администрирования и мониторинга. Многие из перечисленных задач нам еще только предстоит решить в будущем. Последнее, о чем мы поговорим в этом уроке, будет касаться связи между двумя дистрибьюшнами в пределах одного дистрибьюшн блока. В случае модели моштизации на дистрибьюшн, как у нас, нужна ли эта прямая связь между дистрибьюшнами в пределах одного блока распределения, либо эта связь лишняя и она не нужна. На первый взгляд может показаться, что без этой линии связи решается проблема Spanning 3, так как петель больше нет. На самом деле петля есть, причем сразу несколько петель. Пошла линия, затем сюда, затем в эту сторону, в эту сторону, сюда и сюда. Такая комбинация соединений на физическом уровне образует одну из петель. Будет ли петля на логическом уровне, зависит от созданных виланов на аксесс-коммутаторах. Если на аксесс-коммутаторе какой-либо вилан создан не будет, трафик этого вилана проходить через него не будет, а следовательно за этот вилан на логическом уровне петля образовываться не будет. В нашем случае виланы распределены таким образом, что в некоторых местах петли все же образуются. Запустим эти коммутаторы. Прошло некоторое время, и коммутаторы полностью загрузились. На дистрибьюшн-коммутаторе первом определим состояние интерфейсов, к которому ранее была подключена прямая линия связи. Оба интерфейса, входящих в порт-ченнел, так и остались в состоянии ап, поскольку в юнет-лаб отключение соединения не приводит к переходу порта в состояние даун. Для чистоты эксперимента я отключу эти порты. И на втором дистрибьюшн тоже. На дистрибьюшн-свече втором посмотрим, где образуется петля и какой порт заблокирован. За первый вилан все интерфейсы разблокированы. За второй вилан заблокирован интерфейс FastEthernet 1.6. Он заблокирован для того, чтобы кадр, пройдя через access switch 1 и вернувшись через access switch 2, не сформировал петлю. Таким образом, удаление прямой линии связи между двумя дистрибьюшнами не избавляет нас от необходимости использования Spanning 3. Петля все равно остается. Но это не самое главное. Самое главное заключается в неоптимальном прохождении трафика. IP-пакет, например, из интернет или из серверной фермы, приходит на один из коммутаторов ядра. Предзначается данный IP-пакет для компьютера, находящегося во втором вилане. Коммутатор ядра в своей таблице маршрутизации видит, что до сети назначения можно добраться либо через distribution switch 1, либо через distribution switch 2. Предположим, что core-коммутатор принял решение направить пакет на distribution switch 2. Когда пакет придет на distribution switch 2, ему нужно будет передать этот IP-пакет компьютеру назначения во втором вилане. Возникает вопрос. Через какой интерфейс выпустить этот пакет? Логично было бы передать этот пакет напрямую на access switch 1, через интерфейс F1.6. Но distribution не может этого сделать, так как интерфейс F1.6 заблокирован с Penning 3. Если он выпустит пакет через F1.0 и F1.1, то пакет не дойдет до получателя, так как второй вилан на access switch 3 и 4 не создан. Поэтому distribution switch у не остается ничего другого, как отправить пакет через интерфейс F1.7. Пакет пройдет через access switch 2, далее он пройдет через distribution switch 1, и только потом будет доставлен через первый access switch конечному абоненту. Получается, что трафик будет проходить через медленный access switch. Access switch 2 станет транзитным. Он не рассчитан на высокую нагрузку. Если трафика будет много, этот коммутатор откажет в обслуживании. Нарушается идеология иерархической модели с равномерным распределением нагрузки. Медленные дешевые access switch'и должны обслуживать абонентов, непосредственно подключенных к ним, и не должны становиться транзитными. Если же связь между двумя дистрибьюшенами присутствует, то тогда distribution switch 2 получит IP-пакет для ПК 1, находящегося во втором вилане. Он его пошлет по этой линии связи напрямую на distribution switch 1, а тот уже к конечному абоненту. В этом случае distribution block будет работать оптимально, и access switch'и никогда не станут транзитными. Возникает вопрос, а если будет прямая линия связи, то что заставит distribution switch 2 использовать ее? Может быть он ее проигнорирует, и опять весь трафик будет направляться через access switch 2? Не проигнорирует, потому что distribution switch 1 является рутом за второй вилан. А поскольку задачей spanning 3 является по кратчайшему пути добраться до рута, трафик второго вилана пойдет именно на рута, именно по прямому линку. Посмотрим, что происходит со вторым виланом, касательно spanning 3. Теперь за вилан 2 на distribution commutator 2 все интерфейсы разблокированы. Как видно через port channel, а именно через эту прямую линию связи, стоимость до рута равняется 12, что является наименьшим значением по сравнению со стоимостью до рута через другие интерфейсы. До рута он будет добираться именно через эту прямую линию связи. Проверить можно и другим способом. Итак, на distribution switch 2 приходит IP пакет для ПК1, находящийся во втором вилане. Не пойдет ли трафик через медленный access коммутаторы? Смотрим на первый access коммутатор. Мы видим, что за второй вилан интерфейс F1.3 заблокирован, поэтому distribution switch 2 не сможет передать IP пакет напрямую по этой линии связи. F1.3 заблокирован, поскольку рутом за второй вилан является distribution switch 1. Мы его сделали рутом на первом этапе построения корпоративной сети. Смотрим на access switch 2. Здесь тоже интерфейс F1.3 заблокирован, поэтому через access switch 2 трафик также не сможет пройти. А вот на access switch 3, вилан 2 не создан вообще, поэтому трафик второго вилана distribution switch не сможет пройти, и через этот access switch тоже. Но даже если второй вилан был бы создан, то порт F1.2 был бы также заблокирован, аналогично на последнем access коммутаторе. Там вилан второй также не создан, поэтому не остается ничего другого, как направить трафик в интерфейс port channel, по прямой линии связи, не загружая access коммутаторы. Именно для этой цели используется L2-связь между двумя дистрибьюшенами в пределах одного дистрибьюшен блока. Что касается модели маршрутизации на access, то отсутствие прямого соединения между двумя дистрибьюшенами как такового не приведет к неоптимальному прохождению трафика, поскольку здесь работает OSPF, который по умолчанию выбирает самый кратчайший маршрут. Open Shortest Path First. Недаром этот протокол носит такое название, да и любой другой протокол динамической маршрутизации работает в той же самой логике, поэтому если пакет придет на дистрибьюшен свитч 2, то он будет доставлен по прямому проводу до любого access коммутатора, до любой подсети. Здесь Spanning 3 не активен и никакие интерфейсы не блокируются. Если же пакет придет на дистрибьюшен свитч 1, он также будет доставлен по самому оптимальному и кратчайшему маршруту на access коммутаторы. Тогда для чего же нужна линия связи между двумя дистрибьюшенами? Чтобы выяснить это, потребуется еще один Virtual PC, который будет подключен к Edge роутеру. Запустим все устройства. 172.20.22 Включим новую подсеть в анонс OSPF. Доступ к основному шлюзу присутствует. Предлагаю пропинговать компьютер пользователей второй подсети, подключенного к access коммутатору первому. Ping 192.168.22 Ответы приходят, сеть работает. Если сейчас посмотреть на таблицу маршрутизации любого из корр-коммутаторов, например, корр-коммутаторов второго, то можно увидеть, что до всех пользовательских подсетей, будь то 192.168.46.0, 15.0, 4.0 и 2.0, есть конкретные маршруты. Они не суммированы. У корр-коммутатора есть детальное представление о том, как добраться до той или иной пользовательской подсети. Поэтому если сейчас выключить access switch 1, который анонсирует вторую подсеть, то вторая подсеть пропадет из таблицы маршрутизации корр-коммутатора, а все другие останутся. Останется третья, останется четвертая, останется 46-ая и так далее. Выключили access коммутатора и посмотрим, пропадет ли она. Как видно, раньше она была. Обновляем. Второй подсети действительно больше нет. Она была удалена из таблицы маршрутизации, поскольку access switch 1 больше ее не анонсирует. Включим access коммутатора обратно. Нам уже известно такое понятие, как суммаризация сетей. Все маленькие пользовательские подсети, такие как 192.168.2.0, 3.0.4.0, по 24-й маске, можно превратить в одну большую сеть, 192.168.0.0, по 16-й маске, и отдать ее на коммутаторы ядра. Благодаря тому, что в таблице маршрутизации у коммутаторов ядра вместо всех этих маленьких подсетей будет одна большая сеть, 192.168.0.0, они будут быстрее работать и быстрее выполнять маршрутизацию. ЦЕФ будет быстрее проходить по всей таблице маршрутизации и быстрее составлять forwarding information base. Ведь если в вашей сети 100 виланов, то без суммаризации в таблице коммутаторов ядра будет 100 маршрутов, а суммаризация позволит все 100 маршрутов заменить одним единственным 192.168.0.0, по 16-й маске. Чем меньше маршрутов таблиц маршрутизации, тем лучше. В ОСПФ нельзя выполнить суммаризацию в пределах одного региона. Суммаризацию в ОСПФ можно выполнить только между двумя разными регионами, и такая суммаризация выполняется на ABR роутере, или, как в нашем случае, коммутаторе. Коммутаторе, находящемся на границе двух регионов. В EIGRP же понятия регионов отсутствуют, и суммаризацию в этом протоколе выполнять несколько проще. Приходим на первый Distribution Commutator. Заходим на интерфейс, осмотрящий на вышестоящее оборудование. IP Summary Address. Указываем, какой протокол EIGRP. Указываем номер экземпляра EIGRP. И указываем суммированную сеть, которую требуется отдать на вышестоящее оборудование. В нашем случае все эти маленькие пользовательские сети можно просуммировать в 192.168.0.0 по 16-й маске. Если бы в этой сети работал EIGRP, мы выполнили бы суммаризацию именно таким образом. Конечно, не забыли бы проделать аналогичные действия на втором Distribution Commutator. В результате выполнения этих действий при просмотре таблицы муштизации на коммутаторах ядра мы обнаружили, что все эти маленькие подсети заменены одним большим маршрутом – 192.168.0. А при просмотре таблицы муштизации на Distribution Commutator, которые выполняют суммаризацию, мы бы обнаружили, что детализация сохранилась. Поскольку у нас не EIGRP, а OSPF, для того, чтобы выполнить такую суммаризацию, необходимо разделить регионы. В настоящий момент все устройства входят в нулевой регион. Суммаризацию нужно выполнять на Distribution Commutator. Поэтому пускай верхняя часть Distribution Commutator смотрит в нулевой регион, а их нижняя часть пускай относится к первому региону. В этом случае мы будем отдавать суммированный маршрут за первый регион в нулевой регион. Итак, переводим нижнюю часть сети в первый регион. В настоящий момент все служебные сети анонсированы в нулевой регион, следующей командой. Мы должны перенонсировать нижние сети, а именно 10, 0, 11, 0, 13, 0, 14, 0, 17, 0 и 19, 0 в первый регион. Для этого нужно написать так. Здесь написать вот так. И указать, что это первый регион. Эта команда переанонсирует одну конкретную подсеть, 10, 0, 11, 0 из региона нулевого, в регион первый, поскольку она имеет более конкретную запись, чем предыдущая общая команда. Она имеет приоритет над более общей командой, а все другие подсети так и останутся в нулевом регионе. В первый регион также анонсируем 13-ю подсеть, 14-ю подсеть, 17-ю и 19-ю. ОСП сообщает о несоответствии регионов. Так происходит потому, что аксесс-коммутаторы пока еще не переведены в первый регион. На втором дистрибьюшн производим аналогичную операцию. Все нижние подсети переанонсируем в первый регион. На аксесс-коммутаторах несколько легче. Здесь переанонсируем с использованием более общей команды. Так как это internal-коммутатор, все его интерфейсы смотрят в первый регион. Кроме переанонса служебных сетей, также в первый регион нужно переанонсировать пользовательскую подсеть, которая зародилась на его SVA-интерфейсе. Переконфигурация регионов завершена. Теперь нижняя часть дистрибьюшнов и аксесс-коммутаторов относятся к первому региону, а верхняя часть дистрибьюшнов, а также Core и Edge относятся к нулевому региону. Эти устройства находятся на границе двух регионов и являются ABR-коммутаторами. Осталось лишь выполнить суммаризацию, которая выполняется на ABR-коммутаторах. Команда суммаризации в SPF будет выглядеть следующим образом. Если вы забыли синтаксис какой-либо команды, изученной в первой части видеокурса, то эту команду можно найти в книге «Команда CISCO. Часть 1». Эта книга доступна в образе соответствующего видеокурса. Ту же самую команду, применяемую на втором дистрибьюшн-коммутаторе. Она означает, что суммированный маршрут 192.168.00 будет передаваться из региона первого в регион нулевой. Если посмотреть на таблицу маршрутизации Core-коммутатора после выполнения этой команды, то если раньше были маленькие подсети, теперь они превратились в один большой суммарный маршрут 192.168.00 по 16-й маске. Этот маршрут помечен как Inter-Area, что означает, что он зародился в другом регионе. Вернемся к VPC, который мы ранее создали и проверим наличие связи с ПК-1, находящимся во второй подсети. Сеть работает исправно. Что будет, если у аксесс-коммутатора выйдет из строя апплинг, который напрямую ведет к дистрибьюшн-свитчу второму, а к дистрибьюшн-свитчу первому апплинг останется? Для этого зайдем на интерфейс F1.1 и выключим его. При этом этой прямой линии связи тоже нет. Я отключил ее за кадром. Пакеты проходят, но теперь пакеты проходят неоптимально. Посмотрим на таблицу муштизации дистрибьюшн-свитча второго. Как этот дистрибьюшн-свитч будет добираться до второй подсети, находящейся на аксесс-коммутаторе первом? Он будет добираться либо через 18.1, то есть через аксесс-свитч 4, либо через аксесс-свитч 3, 16.1. Несмотря на муштизацию, сеть стала работать неоптимально. Трафик до ПК-1 будет добираться опять же через аксесс-коммутаторы. Такое происходит только если пакет изначально приходит на дистрибьюшн-свитч второй. Разберем причины возникновения этой ситуации более подробно. Представим, что мы не выполняли суммаризацию, и у кор-коммутаторов есть полная детализация до всех подсетей пользователей. Каждый коммутатор ядра знает, как конкретно добраться до той или иной пользовательской подсети. Если возникает ситуация, при которой пропадает апплинг от этого аксесс-коммутатора до дистрибьюшн второго, то коммутаторы ядра будут точно знать, что на вторую подсеть трафик нужно посылать только в одну сторону. Трафик нужно посылать только в сторону дистрибьюшн-свитча первого. Потому что если кор-коммутаторы пошлют трафик на дистрибьюшн второй, он пойдет по неоптимальному маршруту, а это противоречит принципам работы IGP протоколов динамической муштизации. Таким образом, если суммаризация не выполнена, и возникнет ситуация, при которой аксесс-коммутатор потеряет апплинг до второго дистрибьюшна, кор-коммутаторы будут направлять трафик для второй подсети исключительно на дистрибьюшн-свитч первый, который уже по прямому проводу сможет передать его на аксесс-свитч. Это будет кратчайшим маршрутом, и коммутаторы ядра будут понимать, что нет никакого смысла посылать трафик на дистрибьюшн-свитч 2, так как он не имеет прямой связи с аксесс-свитчом первым. Что же происходит, если суммаризация выполнена? Если суммаризация выполнена, то у кор-коммутаторов вместо конкретных маленьких пользовательских подсетей присутствует только один большой суммированный маршрут. У них нет детализации. Поэтому, когда аксесс-коммутатор потеряет апплинг до второго дистрибьюшна, кор-коммутаторы не узнают об этом. Они не будут знать о случившейся ситуации в первом регионе, а потому будут продолжать балансировать трафик между двумя дистрибьюшнами. В результате этого некоторые пакеты будут приходить на дистрибьюшн-свитч 2 и добираться до второй пользовательской подсети через медленные аксесс-свитчи. Для предотвращения прохождения трафика через медленные аксесс-свитчи как раз используется эта прямая линия связи между двумя дистрибьюшнами. Когда OSPF увидит эту линию связи, он поймет, что трафик до второй сети нужно направлять исключительно по ней, так как это будет являться кратчайшим маршрутом. Через аксесс-свитчи метрика будет равна 4. А по этой линии связи она будет равна 3. Такое поведение не является очевидным, и поскольку наш видеокурс ориентирован на глубокое изучение сетевых технологий, механизмов и процессов, происходящих в корпоративных сетях, мы не могли обойти эту тему стороной. Рассмотрим еще одну ситуацию. В настоящий момент я немного видоизменил сетевую структуру. Теперь аксесс-коммутаторы подключаются не с использованием двух апплинг-соединений, а только одним апплинг-соединением. Два аксесс-коммутатора подключены к первому дистрибьюшн-свитчу, и два аксесс-коммутатора подключены к второму дистрибьюшн-свитчу. Допустим, руководитель вашей организации решил сэкономить на интерфейсах дистрибьюшн-коммутаторах. Поскольку резервирования на уровне линии связи отсутствует, некоторые порты дистрибьюшн-коммутаторов освобождаются, освобождаются и к ним можно подключить большее количество access свечей осуществлять подключение таким образом крайне не рекомендуется уходит иерархическое распределение нагрузки и отказа устойчивость но в жизни встречаются разные ситуации о том что если distribution switch 2 откажет в обслуживании все пользователи подключенные к нему потеряют доступ к сети я даже не буду об этом говорить в настоящий момент связь между меня дистрибьюшенами присутствует и активно суммаризация включена если посмотреть таблицу муштизации коммутатора ядра то можно убедиться в том что никакой детализации касательно подсетей пользователей нет один большой суммирный маршрут на дистрибьюшен коммутаторах конечно же присутствует полная детализация так как они являются abr отключим второй кор коммутатор чтобы уменьшить возможное количество балансировок а на первом кор коммутаторе отключим cf для того чтобы в дальнейшем увидеть проблему несмотря на малое количество ip источников и назначения с vpc обращаемся на компьютер с ip адресом 192 168 2 2 все работает пакет от vpc приходит на кор коммутатор после чего кор коммутатор выполняет балансировку направляя этот пакет либо на дистрибьюшен свитч 1 либо на дистрибьюшен свитч 2 если пакет приходит на дистрибьюшен свитч 1 то по прямому проводу сразу же доставляется до нужного акса с коммутатора если же пакет приходит на дистрибьюшен свитч 2 он будет доставлен по прямой линии связи через дистрибьюшен свитч 1 в результате несмотря на суммаризацию благодаря прямой линии связи между меня дистрибьюшенами трафик проходит корректно удалим эту линию связи выключив интерфейс fa1.3 подождем некоторое время и снова с vpc обратимся к 1002 168 2.2 в результате первый пакет не был доставлен сообщение о невозможности добраться до сети назначения 2 пакет был доставлен и получен ответ 3 пакет снова не был доставлен 4 доставлен и 5 не доставлен аналогично если обратиться к этому же компьютеру от лица и джоутера все понятно без комментариев пакет доставляется до 1002 168 2 2 через раз потому что когда пакет приходит на корр коммутатор он его направляет либо сюда либо сюда если направляет сюда то пакет приходит на конечного абонента если сюда то здесь тупик дистрибьюшен коммутатор 2 никак не может передать этот пакет на акса свитч 1 почему дистрибьюшен коммутатор 2 после того как обнаружит тупик не направляет пакет обратно корр коммутатору спросите вы а потому что это может спровоцировать петлю машетизации одна из причин отсутствия петель машетизации как раз и заключается в том что коммутаторы в роутерном режиме так не поступают если отключить суммаризацию снова обращаемся к студентам с 268 2 2 от имени эдж роутера и видим что несмотря на отсутствие прямой линии связи между двумя дистрибьюшенами пакеты передаются корректно если суммаризация отсутствует то в таблице у корр коммутатора есть полная детализация до всех пользователей подсетей и в данном случае он знает что до второй подсети трафик не нужно направлять на дистрибьюшен свитч 2 так как там тупик откуда корр коммутатор знает что там тупик ему об этом рассказывает дистрибьюшен коммутатор 2 в lsa сообщения второго типа если прямая линия связи между меня дистрибьюшенами будет присутствовать то независимо от того выполнена ли суммаризация или нет пакеты будут передаваться корректно если же дистрибьюшен свитч 2 полностью откажет в обслуживании при включенной суммаризации то он просто перестанет анонсировать суммированный маршрут а потому корр коммутатор будет направлять трафик только на дистрибьюшен свитч 1 аналогичная ситуация в случае с маршрутизацией на дистрибьюшен если здесь точно так же подключить аксесс свитчи только одним апплингом к дистрибьюшенам без прямой линии связи пакет будет проходить к компьютеру назначение раз через раз такое поведение будет присутствовать вне зависимости от наличия суммаризации при этом без той же прямой линии связи с учетом отсутствия резервных апплинг соединений со стороны аксесс коммутаторов пропадет идеологии end-to-end виланов вилан 4 здесь и вилан 4 здесь станут двумя совершенно разными виланами и должны будут находиться в двух разных подсетях к суммаризации в модели маршрутизации на дистрибьюшен мы еще вернемся после подключения филиала касательно прямой линии связи между коммутатором ядра она также важна пришел пакет от edge роутера 2 на корр коммутатор 1 предазначается пакет для компьютера находящегося в 4 вилане предположим что облигcing ф 1.2 у третьего дистрибьюшена коммутатора и апплинках 1.2 у 4 особенно коммутатора вышли из строя как корр коммутатору передать этот пакет компьютер в 4 вилане ему придется передать его на дистрибьюшен switch 2 а тот уже передаст корр коммутатору 2 и корр коммутаторы 2 предаст третьему дистрибьюшену либо трафик такой же не оптимально мог бы пройти через edge роутер два В этой ситуации Distribution Switch 2 или тот же Edge Роутер становятся транзитными для трафика, к которому они не имеют никакого отношения, и испытывают дополнительную нагрузку. Если же между коркоммутаторами будет прямая линия связи, в обозначенной ситуации с вышедшими из строя апплинками, коркоммутатор первый напрямую передал бы пакет коркоммутатору второму, который отправил бы его на Distribution Switch 3, не нагружая при этом другое активное сетевое оборудование. Кроме того, прямая линия связи между двумя коркоммутаторами позволит им быстрее обменяться маршрутной информацией и, например, установить отношения типа PIR в протоколе NTP. Подводя итог, можно сказать, что для оптимального прохождения трафика прямая связь между двумя Distribution в пределах одного блока распределения обязательна к использованию как в модели маршрутизации на Access, так и в модели маршрутизации на Distribution. Не помешает прямая линия связи и между коммутаторами ядра. При этом желательно резервирование данных связей с помощью технологии Ether Channel. Вот и подошел к завершению второй этап построения большой корпоративной сети. В следующем уроке мы подключим рабочую станцию пользователя на Windows 7, подключим Windows Server, введем пользователя в домен, организуем систему автоматического резервного копирования StartupConfig и окончательно разберемся в базовых принципах взаимодействия активного сетевого оборудования. До встречи на третьем этапе построения большой корпоративной сети. Продолжение следует...